Людям всегда кажется, что им не хватает денег. Иногда и не кажется, иногда действительно их не хватает. У меня не было этих денег. Я пошла, и я их создавать начала. Ты рекламу продавала? У меня по несколько запусков каждый месяц. Как ты служишь людям? Элементарно, заходя в санузел женский, если разбросаны бумажки, которые разбросала не я, я могу убрать. Вот у меня была клиентка, которая ждала 27 лет. И так и не дождалась, он умер от инсульта. Прямо на унитазе, представляешь? Люди не привыкли жить в состоянии, когда нет проблем. Я с тобой согласен. Вот как же у Иисуса там было? Я говорю, увижу, спрошу. Я реально увидела. Так, а мы тебя как представляем, правильно? Ну тебя уже и так все знают. Поэтому можно сказать просто Юлия Явлеева. Давай просто Юлия. Психолог, автор метода. Как правильный метод называется? Легализации правды. Да. Ну ты после, по моему ощущению, я тебя до этого видел. Да? Да, ну просто после появления у Сережи Косенко такой взрыв узнаваемости произошел. Сейчас затишье есть какое-то? Затишье в чем? Ну после вот такого громкого взаимодействия с Косенко какой-то спад ты чувствуешь? Нет. Нет. Ну скорее очищение, очищение, потому что там же взрыв, это был розыгрыш, и там пришла аудитория, даже часть, которая по-русски не говорит. Они такие, где Роуз-Ройс, женщина? Отдай мне, он тебе не подходит. Да-да, когда розыгрыш и так далее. Вот сейчас аудитория очистилась от этих людей, и одни приходили на розыгрыш, а остались, собственно, на психологию. И уже начинают вникать, типа, о, оказывается, это важно. Я не ощущаю это как такое, знаешь, затишье. Скорее просто вот муть подняли, муть ушла, и сейчас вот в спокойном режиме она идет. Там много было комментариев, я посмотрел комментарии у Сергея один, значит, где девушка или мужчина, я не помню, пишут о том, что, понятно, еще одна нашла себе спонсора, который ее раскручивает. Кто твой спонсор рассказывает? Прикольно. Ну, да признавайте честно уже, откуда деньги на миллион долларов на участие в этом Роуз-Ройсе? Сама зарабатываю. Я просто очень классно монетизирую. Я же, когда начинала, не было денег, ну, в смысле, я начинала, и нужно было бесплатно что-то делать, поэтому я изначально перепробовала вообще все, что только можно бесплатно. Голь на выдумки хитра. А потом, когда были ограничения бюджета, я из-за этих ограничений тоже постоянно что-то делала. У меня продуктовая линейка была и такая, и такая, и вдоль, и поперек, и что только не делала. Вот если в классическом инфобизе запуски делаю раз в год, больше вы этого не увидите, или раз в полгода, у меня по несколько запусков каждый месяц. Ну, потому что кушать-то хочется каждый месяц, и какие-то проекты каждый месяц. Вот, и я постоянно с аудиторией ВКонтакте, я поняла, что просто я через это нащупала монетизацию. Ну, в смысле, нащупала момент, какой-то уникальный код, как монетизировать внимание ко мне. И поэтому, когда я пришла к Серёже, я понимала, что вот это моя суперспособность в том числе монетизировать аудиторию и внимание ко мне на маленьких охватах. Я же когда сделала, там, первый раз 73 миллиона, у меня охваты были 10 тысяч в сторис. То есть это не по показателям инфобиза, это очень маленькие цифры. А сейчас какие? А сейчас 25-30 тысяч в сторис просмотры. Ну, то есть это не миллионы. Но при этом есть суперспособность монетизировать. И предыдущий опыт работы в маркетинге, у меня же в первой своей жизни я работала на телеке и в рекламе. Ты рекламу продавала? Я занималась обслуживанием отделов продаж. На телеке, в интернете, я работала в крупном сейлс-хаусе, поэтому у меня такой опыт, знаешь, как первая жизнь офисный клерк, а дальше уже вот то, чем я занимаюсь. А люди, которые приходят к тебе, они с каким запросом идут чаще всего? Вообще с разными запросами. И часто бывает так, что человек, у него может не быть вообще никакого запроса, но когда он слушает, что я говорю, у него вдруг он понимает, что это всё про него. И у него запрос рождается. То есть какая-то обратная история, не то, что у человека есть вопрос. Бывает, что есть вопрос, он искал, искал и нашёл. А бывает, что он просто живёт, он даже не ходит к психологу, и тут натыкается на какой-то разбор и понимает, что я говорю его ситуацией и его мыслями из головы. И он такой, это точно про меня. И тогда человеку становится интереснее, он приходит. А больше мужчин или женщин? Женщин. Женщин? Ну вот женщины, с какими запросами идут? Ну ты же так аналитику отслеживаешь, отношения, деньги, реализации. Ну вообще самый популярный запрос, когда я большие групповые проводила, это деньги. Людям всегда кажется, что им не хватает денег. Ну иногда и не кажется, иногда действительно их не хватает. Они часто размещают в деньгах то, чего в деньгах нет. Кто-то хочет безопасности и думает, вот я сейчас заработаю денег, и будет у меня безопасность. Кто-то хочет свободы, вот сейчас я заработаю денег, тогда у меня появится свобода слова. Я вот кину эти деньги на стол и скажу, что я хочу. Но оно же не так работает. Есть люди, которые при помощи денег приобретают внимание других людей. Я даже приведу пример. Условно скажем, в семье есть дети, несколько взрослых детей. У одного есть возможность больше зарабатывать денег, у другого меньше денег. И когда они были равны в финансовых показателях, родители относились абсолютно одинаково, где-то даже отдавая свое предпочтение одному из детей. Как только произошел финансовый рост другого, перед ним начинают все либезить. И у меня в окружении таких очень много людей было, с которыми я общался. И они говорят, ты знаешь, в какой-то момент времени для тебя деньги становятся даже помехой. Потому что ты не можешь определить искренность человеческую. Почему к тебе человек идет с тобой на контакт? Потому что ты хороший человек, и он в тебе обнаруживает какие-то глубины. Либо потому что у тебя есть деньги. Ты как думаешь, возможно такое? Конечно. У тебя не было такого никогда? У меня сейчас такое. Да. Ну, в том плане, что я сейчас очень хорошо зарабатываю, и стало очень заметно в мире. И много кто хочет что-то предложить. А давай сделаем вместе это, а давай то, а вот смотри здесь, а вот там. И я буквально на днях, вот вчера-позавчера, у меня такой сильный внутренний процесс происходил, переосознание людей и отношений с людьми, кто входит в мое пространство. Ну, кто вообще рядом. Я прям такую сильную зачистку сделал. Поняла, что есть забирающие контакты. Ну, в смысле зачем? Для чего? Так что это было, есть и будет. Просто замечать это, и какие твои потребности это решает. Может быть, кто-то за деньги покупает внимание, ему самому этого внимания не хватает. Да, а если с вниманием внутри все в порядке и с самоощущением, то зачем, ну, зачем это делать? У меня есть друг очень богатый, и он мне говорит, почему ты ни разу за все время общения со мной не попросил у меня денег? Серьезно? Да. Я говорю, слушай, ну, у меня у самой деньги есть, но у меня же больше. Я говорю, что? Ну, ты же не просишь никогда. Вот у меня все просят. Вот этот просит, этот просит. Наши общие друзья просят. Он очень богатый человек, там миллиарды долларов. А я, знаешь, я для себя в одно время тоже определил такую очень важную деталь в коммуникациях с людьми. То есть я задавал себе вопрос, возможно, это по твоему методу легализации, правда, зачем я иду в дружбу? Если я себе отвечал на вопрос, что я иду дружить для того, чтобы что-то получить от человека, я не соглашался. Раньше у меня такое было, когда я был молодой. Это, в принципе, объяснимо для многих людей. Хорошие связи, знакомства, у этого деньги есть. И все начинают лебезить перед этим человеком. И спинку ему почешут, и шампура, шашлычок снимут. А я, наоборот, уже как повзрослел, пошел в такие отношения честные. Когда у тебя нет какого-то подтекста. Это так кайфово. Знаешь, я был на дне рождения еще у одного своего друга недавно. Приехал и сижу, и начинаю перечислять по пальцам просто этих успешных друзей в моем окружении. И мне так приятно стало от того, что за все время, что я с ними общаюсь, я никого даже рубля не попросил. И мне кажется, что у тебя тоже такой период наступит, когда люди, почувствовав твой запрос искренний, перестанут к тебе идти, потому что у тебя есть деньги. Здесь важно не перепутать, когда к тебе люди объявляют тебе какую-то стоимость за услуги. Нет, это большая разница, да. Либо когда они хотят присоседиться и получить у тебя какой-то кэш. Сейчас очень много, кто хочет сделать меня своим кейсом. Кейсом? Кейсом, да. Просто, ну, это... Есть множество людей, с кем я взаимодействовала в жизни и на своем пути, да, кто был для меня учителем или проводником во что-то. Ну, вот это вот резкий выстрел. И много кто такой, а я вообще-то вот с Юлей, смотрите, она вот два года назад у меня была. И это действительно правда, я была у человека. И это действительно правда, что я там с кем-то взаимодействовала. Ну, немножко вот поддергивает вот это желание, когда все результаты хотят приписать чему-то одному. Ну, ты же понимаешь, что у меня тоже такие ситуации были, когда от меня какая-то часть команды уходила. И они мне говорили... Я сделал Марка Бартона. Сделали Марка Бартона, да. И говорят, ребят, ну, сделайте еще одного Марка Бартона. Пусть это будет Петя Иванов. Вот возьмите Петю Иванова и сделайте такого же. Никто тебя никогда не сделает. Есть Юля, и ты одна, понимаешь? То есть, если завтра соберется еще 20 маркетологов и будут бить себя в грудь, что твой успех – это их заслуга, пускай успокоятся и расслабятся. Я бы вообще людям, кто будет смотреть, рекомендовала, что если вы слышите от какого-то маркетолога или человека, что я вот сделал вот такого-то человека, или вот благодаря мне он там сделал вот такой-то запуск, прям уходите от этого человека, потому что, скорее всего, скорее всего, там будет очень много гордыни и приписывания себе тех результатов, которые с вами он повторить не сможет. Скажи, я в одном интервью смотрел, поймал такую мысль твою интересную, где ты говоришь о том, что ты привлекаешь много денег, очень мало задерживаются у тебя, то есть они приходят и куда-то уходят. То есть у тебя пропускная способность высокая, а вместительная маленькая. Не совсем так. А как? Ну и есть такой аспект, я поняла недавно, что вместительная маленькая в том плане, чтобы себе что-то оставлять, это обусловлено тем, что мне, чтобы зарабатывать деньги, нужна мотивация, интерес какой-то. И если люди, ну вот кто мне рассказывает, говорит, вот я сначала заработаю, а потом потрачу, у меня работает ровно наоборот. Я сначала зажигаюсь какой-то целью, что вот мне нужно вот это, или я хочу вот это, или я уже договорилась с этим человеком, договорилась вот с тем-то, тем-то, что через две недели я за такую-то услугу заплачу столько-то. Я понимаю, что мне эта сумма нужна. И я начинаю создавать эту сумму ровно под этот запрос. И у меня есть в этом интерес. Интересы просто так, чтобы у меня через счета проходили большие суммы, или про запас лежал, ну, у меня там нет энергии, мне неинтересно. А мне важно, чтобы мне было интересно зарабатывать деньги. И я сначала формирую расходы, а потом четко под них формирую доходы. То есть я зарабатываю столько, потому что я уже знала, на что я это потрачу. И не просто знала, уже были договоренности, а я не могу подвести людей. Вот даже с тем же Сережей, да, мы создали договоренность, у меня не было этих денег. Но мы договорились. Я говорю, окей, хорошо. И я пошла, и я их создавать начала. Раньше я не создавала таких сумм. А под запрос создала. Это был первый случай с Сергеем, когда ты под запрос такую сумму. Да. Ну, такую сумму, да. Но опыта создавать новые суммы, которых раньше не было, под что-то, я в таком режиме живу уже три года. Это как, ну, тоже как суперспособность какая-то. Что если мне нужно, ну, условно, если я завтра захочу купить дом за 100 миллионов... Их заработаешь. Я их заработаю. Если мне завтра не нужно будет 100 миллионов, а нужно будет, ну, не знаю, там, может, миллион расходы какие-то, я не буду париться. У меня есть этот миллион или его достаточно легко. Я знаю, как его создавать. Ну, то есть у меня под энергию идёт. Не под то, что... А женщины, которые к тебе приходят и мужчины, ты можешь их обучить? Вот так же привлекать в жизнь деньги? Я их буду разворачивать 100% на всё, что угодно, кроме денег. Потому что именно у меня так работает. Именно у меня так работает через человеческие отношения, через, там, работу с родом, через работу со своей головой. Деньги же — это всегда не про деньги. Любого человека спроси, что для тебя деньги. Он будет говорить «свобода», «безопасность», «жить в кайф», там, ещё что-то, ещё что-то, ещё что-то. Но это всё не является деньгами. Деньги — это и не свобода, и не безопасность, и не прожить в кайф. Деньги — это просто деньги. Деньги — это промежуточный материал, ресурс для какой-то дальнейшей цели. Если ты хочешь безопасности, это надо работать со своим внутренним ощущением безопасности или с внутренним ощущением свободы. Может быть такое, что человек психологически сидит в тюрьме. Он может быть на Мальдивах, весь обеспеченный, всё прекрасно, но у него внутри тюрьма, и тогда из головы надо вытаскивать вот это отсутствие свободы, а не чемодан денег рядом положить, чтобы он почувствовал себя свободным. Поэтому я людям, ну, объясняю вот эти взаимосвязи. Очень много заблуждений. Вообще у людей очень много заблуждений относительно того, как в мире всё устроено. И относительно отношений. Очень много иллюзий. Очень много просто. Ну вот даже то, что ты транслируешь про отношения, да, там же это развенчание иллюзий людей. Только вот ты выбрал для себя сектор отношений. Развенчиваешь ожидания и реальность. А я это делаю относительно денег. Люди приходят на деньги, а потом выясняется, что там тотальное неуважение к мужчинам. Тотальное неуважение к людям вообще. Гордыня офигенная. Гордыня к клиентам в том числе. Как тебе люди будут платить деньги, если ты их не уважаешь? И тогда надо работать с этим, а не с тем. У денег ног нет. Люди говорят, деньги не приходят. Я говорю, не знаю, как у вас, но мои деньги ножками в тапочках в дверь не стучатся. Там всегда люди. А люди — это всегда отношения. И тогда вопрос качественных транзакций отношенческих, насколько есть контакт с человеком, насколько ты там экологичен, насколько ты в правде в том числе. И тогда человек искренне, когда есть этот контакт, он готов у тебя что-то покупать. И если у него есть запрос. Если у тебя нет денег, то часто это означает плохие отношения со своим окружением и вообще с контекстами, куда человек попадает. Я с тобой согласен. Еще, знаешь, я буквально вчера очень сильно ругался на своих подписчиков в прямом эфире, в Инстаграм. У меня бывают такие периоды, когда я чувствую, что то, что ты говоришь, не доходит. И иногда приходится прям так поднаехать на них, потому что потупливают. И люди просят благословений у Бога или у Вселенной, например. Дай мне, дай мне. Просят почему. У кого-то нет денег, у кого-то муж плохой, у кого-то жена плохая. По сути, вот если бы ты постоянно давала кому-то подарки, их ломали, ты бы прекратила это делать. Но это неуважительно, правда? Я пытаюсь донести до каждого человека. Ребята, вот смотри, тебе Господь Бог дал все для того, чтобы ты был счастливым человеком. Абсолютно. Ты все его благословения выбросил в мусорное ведро и сидишь на поляне, ждешь, когда еще упадет. И тебе самое удивительное, что в жизнь этих людей приходят такие же люди. Конечно. И очень сложно признать жене алкоголика тот факт, что она достойна именно отношения с таким мужчиной на сегодняшний день. Не потому что ты плохая, потому что у тебя на сегодняшний день программа устроена именно так. Тебе нужно работать с этой программой. Они не хотят в это верить. Гораздо проще придумать себе историю, что я несчастлива, потому что он пьет, потому что он абьюзер, потому что он изменяет мне. У тебя... Ты видишь, у меня опять же таки в публичной моей деятельности больше отношения. Меня даже на телеканалы зовут в основном, только на программы, где нужно разбирать отношения мужчин и женщин. Хотя по факту у меня тоже есть отдельная история, но она не такая публичная, да, где я работаю в наставничестве, вот, беру людей, прокачиваю, просто не имеет значения в чем. Это могут быть и деньги, могут быть отношения с родителями, отношения с мужчиной, отношения с женщиной. Я тебе перед выпуском сказал про запрос одного богатого человека. Для меня это такой новый опыт. Сразу этого Листермана вспомнил. Там немножко другая, конечно, история. Ну вот скажи, а вот ты зарабатываешь, например, 100 миллионов. Что ты с ними делаешь? Куда они у тебя разлетаются, эти деньги? Больше 140 было. Вот ты заработала 140. Куда ты их делал? Ну какие-то в продвижении. Какие-то я покупала недвижимость в подарок своим родственникам, своему роду. Если до определенного уровня дохода я принципиально не помогала, никого не спасала, ни рубля, ни копейки не давала ни родителям, ни семье. Но после определенной отметки, когда я вышла уже в понимание, что я буду заниматься благотворительностью, я там закупаю учебники в школы своего родного города. Ну и там большие проекты мы запускаем в городе. Я подумала, что это уже сюр какой-то, когда я раздаю деньги кому угодно, но только принципиально, не своей семье, чтобы там что-то не было. Покупала недвижимость. Оказалось, вот ты говоришь про вселенную, люди просят у вселенной. Я вот выступила в роли той самой вселенной, которую я готова давать. Я увидела, как сложно людям дать. Как сложно. Вот одной из семей в моем роду я не смогла подарить квартиру. Они просто не смогли выбрать. При достаточно хорошем бюджете, при наличии всех ресурсов, риэлтора в большом городе. Сопротивление пошло, да? За два с половиной месяца они не смогли выбрать ни один объект. Ни один. Просто говорят, что ничего не подходит. Я вот себя почувствовала той самой вселенной, которая не может дать. Вот. Ты еще будешь предлагать? Сейчас уже все, нет. Сейчас уже все, уже процесс прошел, и я наигралась в это. Сейчас уже я буду брать ресурсы себе, себе покупать недвижимость для себя, для дочки. А так занимаюсь благотворительностью. Благотворительностью, обучением, путешествием. Я очень много путешествую. Постоянно, каждый месяц где-то. На обучение, ну, не так много. В основном реинвестирую в продвижение. Но, скорее всего, если посмотреть на расходы, то я точно где-то ошибаюсь, я просто не смотрю уже. Был период, когда я считаю... Вот люди, кто смотрит нас сейчас. Поправочка по Фрейду. Если вы думаете, что вы на своем уровне, там, 50 тысяч рублей или 100 тысяч рублей можете... Ну, вот Юля же тратит мне, не считая. Давайте я тоже буду делать. Нет, дорогие. На том уровне надо считать. И я считала до копейки, управляя своими расходами. Сейчас просто у меня есть специальный человек, бухгалтер, кто занимается этими финансовыми вопросами. А то, я знаю, аудитория послушает, переймет на свой манер, что, типа, вот, надо тратить и не считать. У тебя сколько программа стоит для обучения? Чтобы девушка пришла, отучилась? От 110 тысяч. От 110. А обучение сколько длится? Три дня. Три дня обучения? Да. То есть за три дня ты берешь 110 тысяч, и что получает человек за эти три дня? Новое мировоззрение. То есть ты работаешь с мышлением? Да. И не только? Да. Хорошо. Если мы берем девушку, которая получает 50 тысяч и зарабатывает, какая мотивация должна ее сдвинуть с места, чтобы она нашла эти 110 тысяч, купила у тебя программу? Ее в жизни должно что-то хотеться, и в том числе хотеть что-то менять. Если человек живет своей жизнью, неважно в каком объеме, и ему все окей, все нравится, все хорошо, то никакая программа ему не нужна и ничья. Вот. У человека должен быть запрос. Запрос на изменения. Я хочу что-то поменять. Мне вот так, как сейчас, не нравится. Это может быть относительно чего угодно. Деньги, отношения, здоровье, или место, где человек находится. Вот когда есть такой запрос и достаточный объем несогласия, то тогда это достаточная мотивация, чтобы пойти что-то делать. А так люди, бывает, приходят, смотрят разборы, такие, о, это про меня. Говорят, а что с этим делать? Я говорю, если вас все устраивает, ничего не делать. Даже если вы что-то увидели и поняли, что это про вас, не надо лезть, если с вами в порядке. Не надо ковырять все подряд. Только если есть какой-то вопрос. Ну, а гарантии какие-то есть у этой женщины? Нет, конечно. Я же не Господь Бог. Ну, плюс-минус. Знаешь, мне когда, если я продаю свои программы, я всегда говорю, я даю стопроцентную гарантию, прям 150 процентов, что если ты следуешь вот той методологии, алгоритму, которую я тебе предлагаю, успех стопроцентный. Но, как показывает практика, следует методологии, алгоритму очень мало людей. То есть люди живут в ожидании, что даже заплатив деньги, у тебя должно произойти какое-то чудо. Это чудо тебе приносят деньги, дополнительные доходы. Вот знаешь, пока люди так рассуждают, до тех пор, пока есть такие люди, то я считаю, что никакой конкуренции нет. И конкуренции за ресурсы тоже нет. Всегда ресурсы и исполнение желаний, назовем это так, будут у тех, кто трудяшка, кто хочет что-то делать, куда-то движется и не живет в иллюзиях. А пока огромное количество людей в иллюзиях, то у всех остальных все будет хорошо. Я знаю, что очень часто людям, которые идут финансово, хотят пойти в финансовое расширение, я почему-то я сначала вопрос задал по поводу девушки в 50 тысяч. Вот ко мне, допустим, обращается человек, у которого вообще денег нет. Он зарабатывает копейки, 30 тысяч в месяц. Но хочет зарабатывать миллион. И я ему задаю вопрос, как ты служишь людям? У тебя есть какая-то программа служения? Пойти, например, послужить своим родителям или послужить своим близким. Это же не обязательно должны быть деньги. Ты можешь прийти, допустим, в дом малютки, взять грабли и собрать все листья ранней осенью или поздней, которые находятся на территории этого дома малютки. То есть составь себе программу служения. Почему? Потому что, когда ты получишь деньги, тебе в любом случае придется служить через эти деньги уже в более крупных масштабах. Если у тебя такого опыта нет, тебе ничего не получится. Я тебе могу сказать, что как только человек заходит в контакт с окружающим миром через служение, у него начинает меняться все. Вот это необъяснимый обмен энергии происходит. То есть благословение начинает приходить в твою жизнь. А вместо того, чтобы пойти в это служение, а там же очень серьезная борьба с гордыней происходит, люди пытаются найти свое дело какое-то и через него масштабироваться. Думают, вот сейчас я научусь красить забор, объявлю ценник. Нет, вот посмотри на ребят, которые бегают, даже с этими щетками в пробках стоят и начинают чистить. Моют там окна, фары. Я возле цветного бульвара остановился, подходит парень и говорит мне, можно я вам окно помою? Я говорю, ты можешь помыть, но у меня нет наличных денег вообще никаких. То есть я карточка есть, спрашиваю? Он говорит, да нет, мне 14 лет, какая у меня карточка? Я говорю, блин, ну у меня правда нечего, мне даже тебе дать нечего. Я все перерывал в машине. А у меня обычно под козырьком лежит нехорошим людям отдавать на чай. И ты представляешь, я вспоминаю, а он мне говорит, да мне не надо ничего. Если у вас будет хорошее настроение от этого, я вам так помою. И он мне вымыл все это стекло, пробка длинная, фары. И я вспоминаю, что у меня в кошельке лежали какие-то либо доллары, либо евро. Я раз сумку назад открываю кошелек, вытаскиваю, понимаю, у меня там одна купюра в 500 евро. И больше ничего нет. Я его подзываю к себе, даю ему 500 евро, он берет их в руки вот так. Говорит, это что? Я говорю, это деньги. Он говорит, какие? Это что, евро? Я говорю, да. Это 500 евро? Да. Ну, там по курсу, сейчас 100 стоит, может, там поменьше было, там 80-90. Если бы ты видела радость этого мальчика, он убежал с этим ведром, с этой пшикалкой куда-то в кусты. Они выбегают уже втроем. И этот ему кричит, значит, давай почитаем, сколько, и они подбегают ко мне и начинают вываливать деньги. Короче, я ему дал 500 евро. Буквально 20 минут назад его приятель, который мыл стекла, получил 100 долларов от какого-то мужика. Кому-то дали 5 тысяч. И они стоят вместе и говорят, надо запомнить этот день, потому что это, типа, ну, какое-то чудо. Нам тут обычно дают там по 10, по 20 рублей. А тут накидали со всех сторон крупными купюрами. Знаешь, они же тоже этому учатся, служению. Пойти, другой бы мог развернуться и сказать, ну, нет денег, и сиди с грязным стеклом. А этот же пошел в служение, получил обратку. И у меня такие ситуации в жизни были, когда мне человек что-то просил у меня сделать, и не нужны мне деньги, я так тебе сделаю. Здесь главное, мне кажется, не заиграться. Можно превратиться в такого альтруиста и работать всегда бесплатно. Люди путают. И как, ты как вот, ты по ощущениям каким-то внутренним понимаешь, что нужно помочь человеку? Я, во-первых, просто в восторге от того, что ты об этом говоришь. Я сижу завороженно и тебя слушаю. От того, что ты говоришь про служение. Но это настолько близко мне, и недавно вышел выпуск как раз про метод, и он так и называется, служение. Я выходила в зал и спрашивала у людей, как ты служишь людям. Там потрясающе. Я не смотрел твой выпуск. Я тебе честно признаюсь, Кристина мне сбросила информацию про тебя. Ну, там коротко, прям буквально. И говорит, может, ты поизучаешь, как бы посмотришь. Я говорю, зачем? Мне хочется прямо так в моменте позадавать вопросы. Про служение, как я это использую в своей жизни, как у меня это устроено, служение? С одной стороны, я понимаю, что это образ мышления, образ жизни. Я могу служить, элементарно заходя в санузел женский, если разбросаны бумажки, которые разбросала не я. Я могу убрать. Ну, то есть, у меня нет такого, что типа, ой-ой-ой, я здесь не буду трогать, ничего, я захожу. У меня прям мысль есть, что в каждое пространство, в которое я захожу, здорово будет, если после моего появления оно станет лучше, чем до меня. В том числе, это могут быть и грязные санузлы. Потом руки помыл, вышел, и всё прекрасно, чисто оставляешь. А так, я как разделяю. Если я вижу, что человек говорит, я бедный несчастный, ты мой последний шанс, и я просто, вот у меня всё плохо, и плачь Ярославная, это стопроцентный показатель, что я не вмешаюсь, потому что я не хочу финансировать жертву человека. Есть люди, кто профессионально в жертве, а жертва — это способ перехвата власти. Кому в семье хреновее, у того и власть. И люди часто через жертвяется, но получают любовь, ресурсы и так далее. Ну, любовь и ресурсы. И я в этом играть точно не хочу. Но бывает, что смотришь, что человек искренне ничего не просит, ему ничего не надо от тебя. Но он что-то делает, и я понимаю, что я бы могла ему дать что-то. Может, какой-то контакт или подсказку, совет. То я спрашиваю, а как ты отнесёшься к этому? Если человек принимает, у него есть на это запрос, то я даю. А так в ежедневном служении нахожусь. Я часто разбираю запросы людей, отвечаю на их вопросы. Я могу просто через подарок подарить человеку то, о чём он мечтал. Например, мой друг, приятель или знакомый, девушка мечтала полететь на Бали и пригласила на день рождения к себе. Мы с ней пересекались. Не скажу, что мы прям какие-то крепкие друзья, но у нас очень тёплый контакт. И я смотрю список желаний. Я тогда ещё не зарабатывала таких денег, как сейчас. Список её желаний. И там коврик для йоги, носки вязаны, ещё что-то, ещё что-то. Я такая, нет, что-то не очень интересно. И одним пунктом есть поездка на Бали. Я пишу, я говорю, а сколько она стоит? Говорит, Юль, много. Я перевожу 100 тысяч, говорю, купи билеты на самолёт, чтобы уже точно туда полететь. Вот. И она полетела. Это была прям мечта у человека. А она мастер и работает с другими людьми. И я понимала, что для меня это не только возможность ей послужить, но она как мастер будет потом работать с множеством людей и может их куда-то провести. То же самое обучение методу. Много кто хочет прийти обучиться, и у них нет таких сумм. Я собираю списки, с кем мы работаем по бартеру. Например, человек заполняет список и говорит, Юля, я там классный садовник, или я стилист, или я такой-то человек, или я картины пишу. И я смотрю, и если я понимаю, что мне как Юле эта услуга нужна, вот прямо сейчас, я же обычный человек, я тоже пользуюсь чьими-то услугами, я из этого списка выбираю, человек приходит обучаться бесплатно и потом оказывает мне услугу. Было такое, что мне написал один раз мужчина, я потом даже забыла про этот случай, он мне напоминал. Он пишет, Юля, я врач. Я врач, я работаю, сейчас вспомню, он раньше в реанимации работал, сейчас, не помню какой специализации, говорит, я работаю с людьми, мне очень интересно то, что ты несёшь, те знания, которые ты несёшь. Я бы хотела обучиться, но у меня совершенно нет денег, можно ли договориться на спецрассрочку, чтобы я в течение года тебе выплачивал. Я почитала по диагонали и поймала в этом, что он служит людям, и что я через него тоже могу послужить людям. Я говорю, напиши просто почту, я тебе дам доступ просто так. Вот. Ну, для него это был шок, вау, и потом в процессе обучения я разбирала мужчин, я говорю, давайте кого-то из мужчин выберу. Он говорит, Юля, а помнишь, ты мне подарила? А я вообще не помнила на тот момент. Постоянно, каждый день. Бывало, что обращалась девушка, у неё маленький ребёнок умер. Она родила, и вот после родов буквально там дней 9 или 14 было малышу, и он не выжил. Вот. Ну, и она ко мне обращалась в тот период. Я её как ученицу знала, то есть это человек, который был у меня перед глазами. Я ей дала денег на похороны, на какую-то реабилитацию, на восстановление. Вот такие вещи точечно делаю и стараюсь делать каждый день что-то. Но я в этом не растрачиваю себя. Был период, когда у меня не было денег, и я людям помогала разбором. Вот своей способностью нестандартно видеть какие-то вещи, они приходили за советом. И тогда это было моим ресурсом. Видение человека безграничное. Безграничное. Ну, то есть у меня этого неограниченное количество. И тогда я выделяла много времени на разбор запросов людей. Я прям выходила и каждую неделю вела разборы. Каждую неделю. Их просто бесплатно разбирала, 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 отвечала, отвечала. Но, во-первых, я там нарабатывала и свою, и насмотренность, и опыт, и взаимодействие. Я искренне считаю, что экстрасенсорика это просто очень спрессованные опыты знания. То есть вот есть, когда ты совсем не знаешь, ты начинаешь обучаться, потом знаешь много, потом концентрация растет, потом опыта так много, что это уже в интуицию превращается. Ты просто, как мне говорят, вот человек-следователь, 30 лет он работает следователем, к нему заходит человек в кабинет, он уже знает, виновен, невиновен, будет обманывать, или, как ты говоришь, я уже знаю, мои дети будут у меня что-то просить или нет. Ну, это же считывается, конечно. Ну, вот. Вот так же и у людей. Я служила через разборы их вопросов. Вот это сейчас через твою историю. Я просто хочу, чтобы и твои, и мои подписчики, которые стремятся к финансовому изобилию, понимали, что деньги приходят туда, где ты можешь благодаря этим деньгам сделать мир лучше. Да. Вот. И когда человек сталкивается с внезапным кэшем, да, там, лотерею выиграл, наследство осталось, ты посмотри, большая часть, как заканчивает, как правило, это либо наркоманами становятся, алкоголики, самоубийцы, суицидники, либо они просто все спускают в никуда и остаются без денег. И я, например, когда слышу от некоторых людей, у которых нет денег, как они отзываются о тех, у кого есть финансы, я первый вопрос задаю. Георгий, скажи, вот даже недавно была история с несколькими артистами, которых считают не очень одаренными, да, якобы они не заслуживают права быть на сцене, а вот все ходят на концерт, они-то миллионы зарабатывают, значит, и эти две девушки, с которыми вот я общался, они прямо, знаешь, так в открытую начинают их унижать. А я просто знаю немножко подробностей с той стороны о тех людях. Нет, я согласен, они абсолютно как артисты никакие. И они с этим согласны. Они не говорят, что мы суперталантливы. Я бездарный человек в вокальных возможностях, но мне нравится. И люди же приходят слушать, значит, им нравится. Может быть, они узнают через мою бездарность что-то новое для себя, что не нужно стесняться. Ну, представляешь, и я говорю, девчонки, а можно вопрос? А что вы за последние 30 дней сделали хорошего для вообще мира, в котором вы живете? В смысле? Ну, в прямом смысле. Вот кроме того, что вы есть, как вы этому миру послужили 30 дней вот на протяжении этого периода календарного? Никак. Я говорю, а вот эта девочка, на которую вы пальцем показываете, только за прошлый год оплатила 20 тех онкологических операций детям. Операции на сердце, там, сложные какие-то реабилитационные программы. И вы сидите здесь где курочки? И курочки, как курочки делают? А, кудахчат. И кудахчите вот на этого человека. Дело не в ее таланте. Она может быть посредником между Вселенной, Господом Богом и теми людьми, которые нуждаются в помощи. И ты можешь оценивать этого человека как полного засранца, понимая, что он даже где-то может быть, по твоему мнению, нечестно и несправедливо зарабатывает деньги. Но за счет этих денег огромное количество людей получают благословение. Да. И я когда к этому сам когда-то пришел, осознал, я понимал, почему у меня был период в жизни, когда у меня не получалось зарабатывать. То есть я прям задавал вопрос в открытую. Почему у меня нет денег? Почему они ко мне не приходят? Почему они так сложно идут? Как только я пошел в служение, а при этом меня же с детства учили быть в служении, понимаешь, там папа пастором был, мама за папой хвостиком, куда папа, туда и мама. Жена пастора, все знают, все хорошо. В принципе, вопрос служения, у меня просто было уже такое отторжение в свое время. Я смешал все вместе служение и где-то даже позицию жертвы. Да, вот якобы. Просто мне еще когда ребенку с детства говорят, что деньги не нужны, богатства не нужны, все это исчезнет, все это пропадет. Не собирайте себе богатство на земле, а на небе. Да, и очень многие люди буквально это понимают, что богатство на земле это плохо, а богатство на небе это хорошо. Но можно и там, и там. Никто не запрещает тебе быть богатым на земле и богатым на небесах. Во-первых, по моему опыту многие люди путают служение вот с жертвой и с унижением. Типа раболепство такое, да. Людям кажется, что если я буду служить кому-то, то я в этом буду унижен. Это значит, что власть у кого-то другого, у того, кому я служу, и тогда включается программа рабовладелец и раб, или феодал и крепостной. Да, и у людей включается вот этот код, что якобы рабовладелец может тогда насиловать того, кто ему служит. Но это вот чистое искажение человека, на самом деле это не так. Если у человека есть такая программа, то, скорее всего, дать ему ресурсов будет опасно, потому что, когда он дорвётся до власти, назовём это так, над другими либо ресурсы, которые нужны людям, то он и будет тем самым рабовладельцем и насильником. И тогда мир начинает его обезвреживать через то, что у него нет денег. Я искренне считаю, что если у человека большие финансовые проблемы, то это значит, что он где-то неэкологичен, часто он где-то неэкологичен. И у меня была история, когда я была в больших кредитах, и я проходила, я прям росла через них, я росла через это. И у меня когда спросили, я себя спросила, хотела бы я, чтобы вот этого периода не было. Я сказала, что нет. Если бы вот снова зайти в тот период и не знать, как будет, я не согласна его исключать, потому что голову очень сильно прочищает. И когда ты перестаёшь унижать других и начинаешь с теплом относиться и служить, то тогда нет вот этой вот гордыни. Гордыня и убогость. Я самый крутой, самый классный, потом мой я никто. Это две стороны одной медали. Когда выравниваешься в этом и становишься просто проводником каких-то ресурсов, знаний, и в этом действительно можно служить. И в этом можно находить очень много смыслов и предназначения своё. Люди же ищут предназначения. А вот в чём моя задача. Главное не свернуть с поиском предназначения в другую сторону, не принадлежащую тебе. Люди же часто, особенно сейчас, вот обрати внимание, в социальных сетях, вот даже люди, которые тебя знают, да, очень же многие через тебя, кто-то, например, решает свои проблемы финансовые, не только. А для кого-то ты становишься таким сигналом, через который человек якобы находит предназначение своё. То есть, кто-то, увидев тебя, может действительно попасть в точку и пойти по тому же пути, как и ты, да, начинать развивать свой блок, где-то даже подсматривать за твоим методом, за твоими мыслями, идеологией, и это будет стопроцентно соответствовать человеку. А есть люди, которые подсмотрят, и примерят на себя вот эту одежду, но она и мала, либо большая. То есть, это не его предназначение. Очень многие люди вообще не в своей системе ценностей, пытаются пойти вперёд, и там не будет ни денег, ничего. Конечно. И они это воспринимают как естественный ход становления бизнеса. Я не знаю, почему, мне кажется, что деньги, установка деньги, зарабатывать тяжело, она очень неверная. Мне кажется, если ты в потоке и всё правильно настроено, это как в оркестре. Ну не может же оркестр сложно настроиться. Все выстроились как ножный из камертон и поехали. Ну а если они четыре часа настраиваются, а люди в зале сидят, никто не будет слушать концерт. Мне кажется, с деньгами такая же история. Да, да, да. С деньгами вот я сколько работала с этим вопросом. У меня же был период, когда мне очень сильно нужны были деньги, когда я не зарабатывала, либо то, что зарабатывала, сильно не хватало. Я изучила вдоль и поперёк, потому что это был мой жизненный вопрос, и от этого зависели, где я буду жить, на что я буду жить, и вообще, есть ли мне чем завтра ребёнка покормить. Я много изучала эту тему, прям очень много, и сейчас я понимаю, что деньги — это одна из самых простых сутей. Самое сложное, скорее, это человеческие взаимоотношения в разных её гранях. Вот построить отношения дружеские, партнёрские, вот это более сложная химия. Семейные отношения, долгосрочные отношения, долгосрочный проект, взаимоотношения, там иерархические, отношения с государством в том числе. Вот это более сложная история. А деньги — это уже последствия. Когда ты, когда у тебя порядок везде, когда ты разобрался везде, когда ты не токсичен, тогда и деньги становятся безопасны. И опять же, они нужны ровно на какое-то, кому-то на выживание, а кому-то на творение. Вот если человек вообще не знает, а что он будет делать, то отсутствие денег, ну, логично. Я людям, знаешь, я докопалась в теме денег до темы смысла жизни. У многих людей нет вообще никакого смысла жизни. Точнее так, люди видят свой смысл жизни в том, что им нужно решить какую-то проблему. И тогда, пока он решает эту проблему, он живой. Очень классно, например, решать проблему с лишним весом. Вот пока есть лишний вес, ты каждый день просыпаешься, чтобы с ним что-то поделать. Или вот есть проблемы с деньгами, ты каждый день просыпаешься, чтобы эти проблемы решить, что-то с этим поделать. Вот есть у кого-то проблемы со здоровьем, это очень классно, смыслообразующая конструкция. А я людям задаю вопрос. Я говорю, вот представь, что ты проснулся в мире, когда у тебя есть любое количество денег, вообще любое, безграничное. И тебе не нужно никого спасать, не нужно лечить раково больных, животных, собачек, кисанек. Все в твоём окружении, все люди, кого ты видишь, все самодостаточные, здоровые, счастливые, и у них тоже есть бесконечное количество ресурсов. Вот ты проснулся один день вот такой, что ты будешь делать? Второй месяц. Зачем ты будешь просыпаться каждый день на протяжении месяца, двух, года или всей жизни, когда тебе не нужно решать проблемы? И тогда выясняется, что человек вообще не знает, чем заниматься, чем он будет заниматься, если вдруг он не срочно пытается решить какую-то проблему. Так вот, тогда проблемы, которые есть у людей, это не беда. Это несущая конструкция, смыслообразующая. Убери у человека проблемы, и он не знает, зачем жить. И вот тогда как раз и скатываются и в наркоманию, в алкоголизм, в потерю смыслов. Потому что пока человек уверен, что ему всего лишь денег не хватает, это очень классная смыслообразующая конструкция. И тогда у него и смысл проснуться завтра. И завтра детей накормить, на работу сходить, проект какой-то сдать, что-то сделать, маму спасти, вылечить, пенсионеров, кошечек, собачек. И нормально все работает. Но люди не привыкли жить в состоянии, когда нет проблем. Вот эта проблема-решатель, он сначала натренировывается на проблемах, а потом требует крови. Говорит, так, подожди, я, значит, профессиональный проблема-решатель, внутреннее вот это состояние человека. Я, значит, проснулся, а проблем нет. Что я делать-то буду? Скучно. Да. Вот чем бы ты... Это как в отношениях между жертвой и насильником. Да. Если насильник успокаивается, ну, насильник же не всегда насильник. Он успокаивается, перестает трогать свою жену, перестает ее обижать, унижать. А ей становится скучно. Она, правда, не знает, что... Она не знает, как применить навык быть женщиной вне насильственных отношений. То есть ее задача какая? Ее нужно опять вернуться вот в эту конструкцию для того, что она делает. Она начинает провоцировать. Даже где-то не открыто, а косвенно. То есть она создает такие условия, в которых ее муж начинает раздражаться. Она выводит из себя и вот так, и вот так, и вот так. И он вроде бы мог бы с ней контактировать нормально. Но нет. Нашей Гале нужна какая-то там подзатылина. Да. И она провоцирует мужчину. И этим женщинам, кстати, очень не нравится, когда я им об этом говорю. Да. Очень. Ты понимаешь, что вот в момент, когда пострадавшая сторона в отношениях задумывается, а почему мне не получаются отношения, нужно снять всю ответственность за твое собственное несчастье с партнера. Угу. Просто стеной перегородить и сказать, вот мой мужчина вообще никакого отношения не имеет к тому, что происходит в моей жизни. Да. И наоборот. И людей это очень триггерит. Но как же? Он должен. Ты вдумайся, это какое должно быть раздутое эго, чтобы женщина потратила 15 лет на попытки увезти мужчину, например, из семьи. То есть она 15 лет ждет, что он уйдет из семьи и будет с ней. Вот у меня была клиентка, которая ждала 27 лет. И так и не дождалась. Он умер от инсульта. Прямо на унитазе, представляешь? И она осталась без детей, вообще без никого. Вот как ей жить? А она была уверена на 100%, что она до такой степени прекрасная женщина, что он будет с ней, этот мужчина. Люди создают себе матрицу. Причем, скорее всего, если бы он действительно ушел бы к ней и ее миссия внутренняя была бы выполнена, ей бы стало неинтересно. Неинтересно. То есть нужен какой-то следующий смысл. И тогда это тоже, это просто смыслообразующая конструкция. Ее смыслом жизни стало увести этого мужчину и дождаться, когда это настанет. Не стало мужчины, сразу смысл потерян. И это очень болезненная история. У многих людей нет внутреннего понимания смысла, зачем я вообще просыпаюсь. можно даже попросить. Вы для себя сформулируете, зачем вы просыпаетесь, чем вы будете заниматься, если вдруг вы проснетесь и все ваши проблемы решены. Ну, просто, что вот их нет. Вы просыпаетесь день, два, три, пять, десять. Что вы делаете? Чтобы что? Что вы создаете? И интересно ли вам это или нет? И счастливый человек, как я считаю, это тот, кто сказал бы, я буду заниматься тем же самым, чем и сейчас. Я буду заниматься тем же самым, чем и сейчас. Тогда нет вот этого отложенной жизни, возлагания на какие-то ресурсы сторонние. Ты понимаешь, почему, даже библейскую историю, если взять, почему царь Соломон попросил в момент своего помазания на царство, попросил мудрости. Он же Господь ему предложил через пророка, сказал ему, ты можешь получить все. То есть, если хочешь, я тебе сделаю самым сильным в этом мире царем, самым богатым. У тебя будут самые большие земли. Вот все, что ты хочешь. Хочу мудрым быть. Потому что, вот если бы получил в моменте все, чего хотел, мне кажется, царя Соломона не было бы. А попросил мудрости и в слове мудрости еще ут. Знаешь, ут? Это фаллический символ. В библиотеке тоже, кстати, об этом пишется. Да. Я не помню дословно. Я раньше вообще наизусть очень многие моменты знал. Там есть такое послание, где вообще мужчина не туда ут свой вложил, не в ту женщину и получил там некое проклятие. И даже вот в этих моментах, знаешь, очень многие люди ловят себя на мысли, что воспринимают информацию вот так, как читают, что якобы он переспал с другой женщиной и Господь проклял его. Дело не в том, что Господь ему пожелал зла, а он сам себя наказал. Да вот мы с тобой начали говорить про род. То есть, когда ты создаешь семью с ориентированным народом человеком, который ценит свой род, уважает, заботится, не оторван от родовой системы, то ты здесь просто идешь в контакт с человеком, который не готов быть в развитии рода. Раньше же были очень популярны эндогамные браки, не мог там мужчина из израильского народа пойти в хананскую землю и взять жену себе, его бы забили камнями. Это потом постепенно уже, когда экзогамная сфера начала развиваться, можно было жениться на инородных женщинах, мужчинах. И там огромные проблемы возникли. Почему? Потому что начали прерываться циклы почитания рода. Почему так даже в той же Библии не рекомендуется вступать в отношения с язычниками? Да у них есть другие божества. Не потому, что они плохие, а потому, что человек, который всю жизнь поклонялся теленку, сформировал целую родовую систему, которая тоже поклонялась. Он принадлежит этому роду. А ты, например, поклонялась солнышку. Вот вы встречаетесь, и для того, чтобы вам договориться, вам нужно обесценить веру своего рода. То есть, когда мы говорим, всегда можно договориться, допустим, мужчина-христианин, а женщина-мусульманка, либо наоборот. Когда вот я с такими людьми работаю, я всегда им говорю о том, что вы бессознательно обесцените все, во что вы верили, всю родовую систему свою и духовное направление развития. Не потому, что вы плохие, потому что для того, чтобы договориться вам, вам нужно будет отказаться от традиций своего рода. Тебе от своих, а ему от своих. И стать лояльными. А это очень сильно влияет на развитие личности. Поэтому мое мнение такое, что он может быть субъективным, с ним можно не соглашаться, я это ни в коем случае за истину не выставляю. Но и мужчине, и женщине важно идти в отношения только с человеком, который ориентирован на род. Поэтому, когда я встречаю людей, которые находятся в сожительстве, я как бы реагирую на это с одной стороны нормально, потому что даже семейная психология, она допускает такую форму отношений. Но когда я задаю вопрос, допустим, женщине и спрашивают, ты бы хотела быть женой? И для чего тебе эти отношения? Большая часть говорит, я хочу выйти замуж за этого мужчину, родить детей. То есть, она говорит о развитии родовой системы. А он, находясь в сожительстве, не хочет родовую систему развивать. Он думает и присматривается. Это утопия для женщины. Если она пошла в сожительство с мужчиной, который не готов развивать свой род, а иногда спрашиваешь у мужчины, что ты знаешь о своем папе, он говорит, мудак кончен, но я его знать не хочу. Я говорю, карточку возьми сейчас, приложение банковское, открывай, покажи, сколько там у тебя денег. Он говорит, зачем? Я говорю, покажи. Ну, открывай, там 40 тысяч, это все твои деньги? Да. И вот там у тебя еще три ноля прибавятся, как только ты найдешь своего отца и поблагодаришь его за жизнь, скажешь, пап, там хрен с ним, вот что там происходило, я не знаю, что у вас произошло. Спасибо тебе большое. Вот можно я тебя обниму, поцелую, это такое, знаешь, сейчас заземление происходит. В Библии даже написано, что кто отца и мать своих не почитает, тот хуже неверного отрекся от веры. Да. То есть ты можешь бить себя руками в грудь и кричать, я там верующий человек. Иисус же сказал, что вера без дела мертва. Ты можешь ходить по всему белому свету рассказывать, что ты верующая. Если твои поступки говорят об обратном, конец. Ну вот я хочу прям подсветить своим жизненным опытом то, о чем ты говоришь. Я когда была ребенком, подростком и проходила вот эти этапы становления своего, у меня были очень плохие отношения с мамой. С мамой? И я прям любила, ну и сейчас люблю папу, но такое было, знаешь, восхваление папы на пьедестал, и что типа с мамой прям очень плохой контакт. И я прошла через, ну там, предательство во взаимоотношениях, мы там расстались с отцом моей дочери, для меня это было там болезненно и так далее, и так далее. Но вот я попадаю в череду сложностей, кредиты и отсутствие, ну не то, что поддержки, ну в общем, отсутствие вот этой семейной ячейки, когда ты с мужчиной вместе, и приходится решать все самой. Я нашла выход через первое сближение с мамой, она мне очень сильно помогала в тот период, и прям пересмотр радикальной взаимоотношений с папой. А второе, это налаживание взаимоотношений в роду. И тогда, когда я это сделала, я потом уже смогла решить вопросы финансовые, найти этот выход. И поэтому люди, когда приходят и говорят, что типа вот я хочу денег, они, деньги не находятся в том, что ты пошел и какую-то классную модель нашел, а вот как раз в том, что у тебя все в порядке и с мамой, и с папой, и с родовой системой. я очень прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, и прям на сто процентов с этим согласна. Но только люди этого не хотят, ну кто-то не хочет принимать, кто-то уже пришел на этот путь и почитает. Так потом выяснилось, когда я начала разбираться в родовой системе, то то, что произошло у меня во взаимоотношениях с отцом моей дочери, это прям под копирку была история о молодости отца. Но она была спрятана, эта история. То есть про ней в семье не говорили, это было тайной. И эта тайна проявилась... А вы почему расстались? Он встретил другую женщину, но через две недели, когда я забеременела. Через две недели после того, как ты забеременела? И он знал об этом? Мы планировали ребенка. Мы планировали ребенка. Это давно произошло? Ну вот дочке шесть лет сейчас. Мы планировали ребенка, он попросил, что он говорит, все, я готов стать отцом. Вы были мужем и женой? Нет, мы не были официально женатые. У нас уже были первые браки у меня, у него. И мы вот развелись и были вместе. И, ну там тоже наворотили дров, но тем не менее. Жили вместе, в брак не торопились, знаешь, такое было, что... То есть вы были в семьях, но уже общались друг с другом? Да, да, да. Вот, и я пошла на развод с первым мужем, он пошел на развод с первой женой мы сошлись, но сами между собой жениться не стали. Такие, ну вот будет ребенок, тогда и поженимся. И вот мы запланировали ребенка, поиграли в Господа Бога, и через две недели после положительного теста я понимаю, что у него есть другая женщина. Ну, то есть это прям очень резко произошло. Я на этом невероятно выросла. То есть вот... Вы просто были учителями друг для друга. Да, потрясающе. В какой-то момент времени... Ты представляешь, насколько... То есть неизвестно, если бы этот человек не появился в твоей жизни, сколько бы ты времени была еще в тех отношениях. Да. Это вообще непонятно. Мы же бросаем запрос. Этот запрос может... Это, знаешь, человек, который тонет. Какая разница, на чем ты будешь доставлен к берегу? На куске бревна, на лодке, либо на яхте. Внутри будет золотое убранство. Ты в любом случае оказываешься на берегу. Понимаешь? Да, да. И ты можешь к этому относиться уже по-разному. Что вот я на бревне трухлявом оказалась на берегу. А вот если бы меня на яхте туда как королеву... То есть мы очень часто в своих запросах ошибаемся. У меня тоже такое было. Да. Когда ты думаешь так, почему мне это произошла ситуация в моей жизни? У меня же были такие периоды, когда у меня отношения заканчивались. Я думал, блин, вот это не везет мне. А потом, когда ты начинаешь к этому относиться уже не с позиции везения, либо невезения, а с позиции, для чего тебе это дано, какие ты выводы сделал, ты начинаешь идти дальше, двигаться. Да. До меня сейчас штука дошла. Вот ты начал когда рассказывать, что мы были учителями, и что он мне помог выйти из первого брака. До меня дошло осознание, что я не любила первого мужа своего. Ну, то есть, что он был очень хорошим, порядочным человеком. И выходя за него замуж, ну и в целом строя отношения, я понимала, что он очень хороший, порядочный человек. Но там не было любви. Ну, то есть, это не из разума, скорее, из разума, из безопасности, что вот этот человек, вот он прям... А почему ты в этого влюбилась? В того? В отца ребенка, да. Почему я в него... У нас соотношения были построены на дружбе. То есть, мы изначально сошлись как друзья. Очень много интересов было, поддержки, мы были коллегами на работе, интересов около рабочих, проекты. И он меня поддерживал в моих начинаниях. Я очень много вещей, которые до этого не делала. Он вдохновлял, ну, поддерживал. Например, я там впервые на сноуборд встала. И мне было страшно это делать. Он говорит, я тебя научу. Он меня учил кататься на сноуборде. Он там мечтал поехать в Альпы. Я ему подарила поездку в Альпы. Тогда, помню, 13-ю зарплату получила и подарила нам совместную поездку. И я влюбилась вот в такую, ну, и в него, как в человека, он очень поддерживающий. И в сочетании того, что он может быть и мягкий, ну, то есть не сухарь такой, что, типа, вот, там, не подходи ко мне. Потому что брат, например, у меня, он такой прям сухарь. Мужчины в моей семье, они не тёплые по эмоции. Вот. А он такой тёплый по эмоциям. Но при этом вот этот мужской стержень военный по образованию изначально такой, на нём не поездишь. И вот это сочетание гибкости, мягкости, твёрдости и общих интересов, она прямо очень сильно завораживала. И до меня потом уже дошло, что я даже больше переживала не то, что я потеряла как мужчину человека, а именно как друга. Потому что очень много было ну там прям с кожей. Мы расходились, знаешь, такое разорвали прям с окружением, прям со всем. Такой разрыв он был, мы работали вместе. Ну, на момент, когда уже расставались, нет, но мы прям в одной сфере, в одной индустрии. И вот это одно дело поделить имущество, другое дело вообще всё, что было пророщено друг в друга, вот так вот разорвать. Вот. Сейчас не общаетесь? Я завтра лечу, как раз он сейчас в Ташкенте живёт, я везу дочку, чтобы они могли увидеться. Мы не общаемся как друзья, исключительно как родители, исключительно по ребёнку, по каким-то задачам. И есть некая такая своя сложность в общении, что с одной стороны сейчас у меня и у дочки всё есть. И нет такого, что я могу прийти и сказать дай вот это. Единственное, что я могу прийти и сказать дай вот это, это попросить его внимания относительно ребёнка, либо его мнение относительно какого-то кружка или школы, института или локации, ну чего-то, что связано с ребёнком. А ты как думаешь, он знает о твоих успехах? Я думаю, да. Ты себя как в этот момент чувствуешь? Как я себя чувствую в этот момент? Ну, в первое время, в самом начале меня это стимулировало, то есть мне хотелось не свалиться там в жертву, в травму. Вот. Был момент, год назад я делала крокус, и мне прям хотелось поблагодарить, я поняла, что на тех чувствах, которые у меня были после расставания, очень много чего сделала. То есть, знаешь, такое топливо, топливо. А сейчас, ну, ровно, спокойно. Я как-то, знаешь, когда пройдена какая-то планка и свои потребности удовлетворены, то в целом окей. Я скорее уже смотрю в то, чтобы у него всё было хорошо, но он там свои процессы проживает, там и с бизнесом связаны и личные какие-то процессы. Вот. Просто, знаешь, вот такое пожелание, чтобы с ним, как с человеком, всё было хорошо. Потому что, ну, он отец моей дочери, и я понимаю, что это важный человек в моей жизни. Это, знаешь, как родовую связь её ластиком ты не сотрёшь. это уже как мужчину я могу к нему по-разному относиться, но как к отцу дочери, и это прям был в какой-то период мой внутренний конфликт. Я просто очень такая, знаешь, девушка, я долгое время лояльна могу быть к каким-то вещам, но когда накапливается вот этот потенциал, могу очень сильно ответить, ну, прям с такой с мощным зарядом. Превратиться из кошечки в тигрицу. В фурию. Парду. Да, да, в фурию, но тогда я понимаю, что я не могу этого сделать, то есть, знаешь, как хочется, ну, вот был период, когда прям хотелось мычкануть, но я понимала, что я не могу, потому что последствия разрушения от этого, они затронут не только его, но и множество людей, кто мне близок. У меня там прекрасные отношения с его родителями просто, я их обожаю. Я люблю свою дочь. Получается, я не могла даже эмоционально ответить только ему, не затронув их. Вот, и прям, видимо, потенциал накопился какой-то и превратился во внутреннюю работу. Но сейчас уже спокойно. Скажи, вот люди, с которыми ты работаешь, они после того, как получают результат благодарят тебе? Постоянно. Но я стараюсь никогда не присваивать себе ничьи результаты. Вообще ничьи. Объясню. Ну, во-первых, я считаю, что это все делаю не я, а Господь Бог. И были у меня опыты, когда мне очень хотелось какому-то человеку помочь. Я там и лучших учителей, которых сама прошла, и просто и практики. Ну, вот прям сто процентов сделаешь это, и вот прям по-моему. Он сделал все, не сработало ничего. То есть настолько человек в своих процессах, и я в это слилась очень сильно. А потом, почему я не присваиваю ни позитивные истории, ни негативные, были опыты, когда люди исцелялись от таких вещей, в которые психологически мне поверить сложно. Ну, там, я из разряда там у кого-то зрение лучше становилось, или аллергия проходила. Мне моей психике сложно это выдерживать, я не Господь Бог. Поэтому, а были истории, когда ко мне приходила девушка, моя подруга, мы дружили на тот момент времени, и она говорит, Юля, я чувствую, что мой отец умрет. Он говорит, я не, ну, умрет вот прям скоро. И у нее прям панические атаки на этом фоне начинались, она говорит, поработай, пожалуйста, со мной, у него вот операция там такого-то числа, операция плановая, там, замена межпозвоночного диска, этих операций делают множество. Она говорит, ну, вот я чувствую, не знаю прям, поработай. Я работала с ее чувствами, с тем, а что с ней происходит, а как она стабилизируется, и ее возвращала фокусом к самой себе. Через там несколько дней отцу делают операцию, это был 2020 год, нет, не 2020, 2021 год, ковид, начался ковид тогда, и у него начинается осложнение, ковид, и он реально умирает в течение двух недель. Если бы я на себя брала ответственность за то, кому жить, а кому умирать, вставая на место Господа Бога, то меня бы как человека уже давным-давно разнесло бы, потому что бывают и чудесные исцеления, и в том числе я не могу остановить чью-то смерть, ну я просто, я реально не Господь Бог. Поэтому я даже работая с людьми и с аудиторией, стараюсь никогда не работать через кейсы. Максимум, что я могу поделиться эмоциями человека, когда он сам как-то интерпретирует, что вот я стал лучше себя чувствовать и так далее, но я не говорю, что типа зарабатывал столько, стал столько, я не говорю, что там улучшил отношения с мужчиной, вот ты даже начал с вопроса про кейсы, я эту тему прям максимально обхожу, потому что для меня это история про Бога, как бы не заиграться и не встать на его место. Но вы же все по образу и подобию через поступки и действия. Это действительно так, но я не поймала вот эту грань и поэтому такая, все по воле Бога. Ты знаешь, я сейчас тебе скажу, наверное, последний год мы постоянно с женой обсуждаем тему духовного развития и она мне, наверное, год назад или даже полтора года говорила, любимый, ты знаешь, что ты должен был быть проповедником ездить по всему миру и рассказывать людям о Боге, о том, как строить семью, как жить, относиться к людям, к обществу, к земле, вообще ко всему. У меня это ощущение, что ты туда вернешься, потому что... А нет ощущения, что ты уже там? Нет, я там, я туда не выходил, я просто, я вот даже с тобой мы встретились, да, я понимаю, что ты у меня такая духовная сестра моя, то есть я в тебе вижу то, что есть во мне с позиции мировосприятия, но когда-то я этого боялся и стеснялся, а я тебе даже объясню, почему, это было очень немодно, когда я был подростком, было модно курить, пить, поэтому мне приходилось скрываться от своего, от своих сверстников, я даже просил, чтобы я учился в школе, которая находится на другом конце города, чтобы меня в школе знали таким святошей, там, где я, значит, нахожусь уже в окружении своих друзей, они тоже мне знали, что я там с Библией, с папочками хожу, что-то изучаю, но я постоянно прятался, вот, и тоже курил, пил, но где-то в тайне, чтобы никто этого не видел никогда, и сейчас я понимаю, что если бы всего того не было, в принципе, меня бы сейчас не было, вот в том образе, в котором я есть, я просто к чему это говорю, у меня была такая ситуация, ко мне пришел мужчина, это было, наверное, года 4 назад, даже 5, мы тогда только-только вот с Настей должны были познакомиться с женой моей, и он приходит со своим запросом и говорит, я уже у кого только не был, и начинает перечислять всех известных психологов, и я понимаю, что я ему тоже ничем помочь не могу, то есть он настолько опустошен духовно, и там, и знаешь, я не знаю, почему я это сказал, это конкретнейшая бровь деформации, то есть если вот сейчас я как преподаватель и ректор института своим студентам об этом скажу, но они как-то к этому отнесутся очень так настороженно, представляешь, что он сидит, и я понимаю, что я не могу ему помочь, и говорю, ну допустим, его зовут Александр, я говорю, Александр, я не знаю, как помочь вам с точки зрения психологии, я могу за вас помолиться, он говорит, в смысле, я говорю, я могу встать на колени и помолиться за вас, он говорит, да, это как, а можно с вами, и мы с ним прямо в кабинете, встаем на колени вдвоем, молимся, у него просто разрыв, у него слезы текут, он падает, блин, лежит, как маленький ребенок, вот так скукожился в эту позу эмбриона, встает, меня целует, то опять обнимает, опять ложится, слезы текут, я ему говорю, давайте так, мы будем молиться, вы будете у себя молиться дома, а я буду за вас молиться у себя дома, ну непонятно, что не каждый день, ну регулярно там, проснулся утром, я помолюсь за вас, вы помолитесь тоже о себе, потом в обед я помолюсь за вас, вы помолитесь о себе, и мы с ним договорились в моменты молитвы просто списываться, чтобы это все происходило в один и тот же момент, И я ему говорю, я три дня ничего не буду есть, чтобы наши с вами молитвы были услышаны. Он появился через неделю, когда все это закончилось. Говорит, Марк, вот все, что со мной произошло за эту неделю, это смерть, воскрешение, еще одна смерть. Я много раз умирал морально, духовно и опять возрождался. И я понимаю, о чем ты говоришь. Что есть вещи, которые мы с точки зрения человеческой, с точки зрения гуманитарных знаний, неважно каких, мы не можем этого объяснить. Абсолютно. Вот у меня же отец, когда пастором был, я же видел, с какой он душой и сердцем относился к своим прихожанам. Как он их любил. Это, наверное, человек, который был в служении всю свою жизнь. Вот везде, во всем и всюду. Без гордыни, без надменности какой-то. Отдавал все последнее. Где-то даже из семьи, знаешь, выносил что-то. Ничего страшного у нас будет. Я просто при мне помню ситуацию, когда он привел женщину к нам домой. А у него много детей. И зима на улице, холодно. Он забегает. Мне маму Людмила зовут, а он ее всю жизнь Ксюшей называл. Ну, она, как бы у нее такая подпольная прозвища. Все мои друзья думали, что ее зовут Катя. Ей звонили, говорили, алло, тетя Катя, здравствуйте. Марк там дома. Какая тетя Катя. Вот он ее Ксюхой называл. А он забегает домой. Ксюш, Ксюш, иди сюда. Где там твоя эта шуба, которую я тебе подарил? Она говорит, вот там в шкафу висит. Давай ее сюда, я тебе потом новую куплю. Ну, разберемся. Ну, понятно, что он новую там не купил. И там хоть что-то на маму ходил, я помню, расстроенная вся. Он этой женщине с детьми, понимаешь? И где-то, не по моему мнению, где-то он ловил себя на мысли, что, может быть, он перебарщивает. Вот. Может, переигрывает где-то. Но потом, когда я видел его реакцию, когда в те моменты, когда кто-то к нему отворачивался спиной, даже те люди, которым он делал добро, он так переживал за все это. И в эти моменты я понимал, что там не было никакой игры, никакого лицемерия. Он до сих пор такой. Это очень классно. Всех вот, кого найдет, он бабушку найдет, там бомжичка, не бомжичка. Я даже, да, раскрою тебе еще эту тему. Я когда увидела твой подкаст с Сережей, и ты сказала, что ты из выцерковленной семьи, что вот у тебя отец пастор. Пастор же, правильно? Ну да. Ничего не путаю. Ну был раньше, сейчас не путаю. Да, и я внутренне для себя поняла, что ты очень сильно стоишь в канале Бога. И то, что ты несешь про отношения, про вот это, ты несешь и этот канал в том числе. Ну то есть он стоит. И такого второго Марка Бартона люди захотят повторить результат вот прям по алгоритмам. Скажи, что типа раз, два, три. Они даже если повторяют, у них не получится. И я когда снимаю шоу, шоу-метод, там есть секретный секрет. До начала съемок, до того, как вот прям камеру включили, я встаю в зал и начала так делать где-то вот со второго дня съемок. Я говорю, дорогие, я прошу ангелов, архангелов, архангела Михаила, архангела Гавриила присутствовать здесь в процессе, чтобы я могла дать не то, что вы себе придумали, не то, что я про вас себе придумала, а то, что вам истинно нужно. И пусть все здесь произойдет по воле Бога и по закону. Ну то есть закон такой божественный. Все, и мы начинаем съемки. И там дальше просто вот этот процесс, магия происходит. Я могу вытащить на сцену, там есть выпуск, Владимир. Разбираем его взаимоотношения. Мне жена показывала. Взаимоотношения с Олей. Я говорю, ну давайте я сейчас Олю найду. Я из зала выцепляю девушку, я говорю, смотри, красивая будет Оля. И я ее сажаю как фигуру Оли. И Володе объясняю, говорю, Володь, ты мог себе придумать, что ты с Олей расстанешься, найдешь себе Свету. И девушка говорит, я Света. Я смотрю. И она говорит, и я 11 лет назад рассталась с Владимиром. Нормально. Там такие штуки происходят. Там реально настолько огромное количество совпадений, что я фразу говорю, что так и в Бога поверить можно. Люди не верят, они думают, что мы туда актеров нанимаем и сюжеты придумываем, потому что количество совпадений вот уже за гранью. Я ставлю фигуру мамы, например. Говорю, у вас не хватает матери. Ставлю фигуру мамы. Говорю, женщина, как вас зовут? Она говорит, Елена. Девочек разматывает. Она говорит, у нас мамы Лена зовут. И она прям на нее похожа. Вот выцепить это только, сдаться и начать чувствовать, что типа, о, ты, о, вот, вот ты. И примеры мне прям мыслями приходят в голову, примеры, которые надо сказать. Но это не я, как Юля. И я искренне считаю, что в этом секрет на секретах. Что на человеческих ресурсах, обычных, земных, человеческих, такой объем не делается. Дорогие, если вы хотите узнать, как делать больше 100 миллионов, это не делается на человеческих ресурсах. Это не земной слой. Это не уровень вот Юля, Маша, Петя, Коля. Это работает совершенно на других энергиях, на энергиях другого порядка. Но людям-то что хочется? Им хочется как денег заработать и как мужика классного найти. И тогда, если ты им будешь говорить, что служите людям и верьте в Бога, они скажут, нет, ты мне мужика дай. А ко мне приходит, Юль, ты расскажи, как деньги заработать. И для того, чтобы они пришли у меня спрашивать, как деньги заработать, я поняла в какой-то момент, что я просто обязана стать богатой для того, чтобы люди приходили и спрашивали, как ты это сделал. И я бы им уже рассказывала про род, про семью, про Бога, про веру, про служение, про вот эти все истории. Потому что чувака под лестницей, который рассказывает то же самое, никто слушать не будет. А вот когда ты в Дольче, в Гуче, дом, Мальдивы, когда ты становишься образом, ролевой моделью, они думают, вот, вот так я хочу. Вот я хочу, как он. Приходишь, а там то же самое. Бог, семья, род. Но ты понимаешь, еще общество сейчас только приучается к тому, что в лице одного человека, допустим, вот в твоем лице, это вот может быть Юля, она может быть умной, она может быть доброй, она может быть щедрой, она может быть богатой, она еще без гордыни, еще может послужить людям, еще может научить других людей. И еще при всем этом, я могу и в том числе отстаивать жестко свои границы, доброй, это не равно добренькое. Добренькое. Нет. Вот, да, то есть... У меня такое было. Да? Когда я, знаешь, шел в позицию такой любви, из позиции любви к людям, с добротой. И у меня даже недавно такой случай был, когда один из моих очень близких людей, из-за того, что я так по-доброму с любовью отношусь, позволил себе такую шутку, не очень приятную, но адрес, я ему говорю, я тебе в следующий раз череп сломаю. Он говорит, в смысле, или в прямом? Если ты еще раз так пошутишь, я тебе сломаю челюсть. Он говорит, извини, пожалуйста, а что так жестко-то? Я говорю, это не жестко. Тебя просто предупреждаю, что если ты еще раз откроешь рот, вот в таком формате, я тебе сломаю челюсть. Потому что я же к тебе с любовью. Зачем ты считаешь, что любовь это слабость? Нет, это не слабость. Любовь, она настолько многогранна, да, она долго терпит, да, она милосердствует. Все, если мы Библию берем, то есть очень много интерпретаций любви. Но любовь в том числе может сподвигнуть и на агрессию. Конечно. Потому что из любви к своему ребенку мать прибьет кого угодно. Это же тоже любовь. Да. Просто она раскрывается с этой стороны. Многие люди действительно считают, что если ты добрая, Юля, если ты улыбаешься, если ты готова помолиться за человека, если ты призываешь сюда архангелов... Ну, кстати, архангел Гавриил самый сильный архангел считается. Я думала, Михаил. Нет, архангел Гавриил, это согласно библейскому писанию, если я не ошибаюсь. Можем даже, Кристина, можно загуглить, посмотреть? В иерархии архангел Гавриил стоит на первом месте. Он самый великий, самый большой. То есть это, ну, такая правая рука. Правая рука. И я просто... У меня был такой случай, когда я получил подзатыльник от папы своего. Мы в детстве, мне было, наверное, лет 10, наверное, 11. Вот. А брату младшему было 5. И мы как раз читали Библию. Сидели. Вот. Я там читаю. Значит, и сидит брат мой, папа. Значит, я читаю архангел Гавриила. И он мне такой, тык, знаешь, ну, как бы не со злостью. Так, легонько. Ой, секунду. Опять архангел Гавриил, он мне опять... Это что ты меня пинаешь? Говорит, внимательнее читай. Я такой, а, архангел Гавриил. Говорит, точно увидел. Я запомнил это на всю жизнь, когда я благодаря архангелу Гавриилу выхватил два леща от папы. Вот. Ну, на самом деле, ты знаешь, я вот тебя слушаю. Это такое... Я раньше очень сильно противился любой ситуации, в которой речь шла о духовности. Вот. Потому что у меня было очень много обид тоже на своих родителей из-за того, что они меня там не пускали в музыку, не пускали меня в спорт, не пускали меня еще куда-то. То есть сдерживали меня вот в этих рамках религиозных, духовных. Но я был очень злой на них. И после того, как я это отпустил, пришел к папе и говорю, пап, можешь меня благословить? Он говорит, на что? Я говорю, просто. Да до этого я никогда так не делал. Меня папа мой до сих пор благословляет. Представляешь, он каждый... Он мне может каждый день написать и говорить, сынок, я тебя благословляю на то, чтобы этот день прошел для тебя самым лучшим образом. И я понимаю, что отцовское благословение, оно для меня, знаешь, имеет очень такую важную роль. Потому что, когда у меня ничего не получалось в жизни, это был единственный человек, который в меня верил. Он всегда всем говорил, я знаю, что у моего сына все будет хорошо. И потом, когда я там упал на телевидение, начал зарабатывать хорошие деньги, те люди, которые моего отца знают, они ему писали и говорили, Господь тебя услышал. Все. Ментастик. И это моя рекомендация просто для людей, которые хотят пойти в изобилие, в первую очередь внутри себя, забыть про любые конфликты с родителями. Знаешь, у меня была женщина на консультации, которую отец насиловал. И там, короче, несколько инцестов было у него с ней. И она его не видела больше после этого. То есть они с вами развелись. Она говорит, я его знать не хочу. Ей уже там около 40 лет было. Ни детей, ни семьи. Работа такая очень, не очень, в общем. И она приехала к нему, нашла, где он живет. Приехала к нему и говорит, пап, я на тебя не злюсь. То есть ты мне нужен, я бы хотел с тобой там как-то время проводить хотя бы. И он через неделю умирает, представляешь? То есть он болел там уже, она не знала этого. Вот он умирает. Ощущение, знаешь, это как на монтаже в фильме. То есть у нее начинают происходить просто какие-то нереальные события. Она встречает мужчину, она выходит замуж. Она рисовала, и она рисовала так, в стол. Она посещает какую-то выставку, замечает ее работы. Ее приглашают в какое-то итальянское дизайнерское бюро. Она уезжает туда, в командировку. Потому что они с мужем переезжают туда жить. У нее как-то события начинают все вот, как мозаика, понимаешь, очень красивая. Она не разбросанная, а красивая мозаика. Нельзя быть в контакте со Вселенной, если ты род свой не признаешь, не благодаришь его. Подключение к Богу идет через мать и отца. Потому что... Но мать и отец для каждого человека это в прямом смысле слово создатель. Потому что вот не было тебя и тебя... Творцы, да. Они творцы. Отец, Бог и мать, как богиня, великая мама и великий папа. Да. И тогда человек может вот этот контакт с Богом почувствовать, да. Что вот я бы хотела другим объяснить, что для меня вот этот контакт с Богом, да. Люди могут слушать и, ну, не понимать, что это такое. Это, знаешь, вот такое чувство, когда ты идешь куда-то. Ты не знаешь, как там будет. Кто-то на сделку идет, на собеседование, на свидание, на встречу или просто в какое-то место, в поездку дальнюю. И там много неизвестности может быть. И вот такой фоново опасности. Но для меня связь с Богом — это когда я четко чувствую и понимаю, что меня ведут. Что куда бы я ни попала, там все будет хорошо. И это не просто слепая вера, а было множество примеров, когда меня отводили от каких-то людей. Вот просто не можешь встретиться, и все, графики не совпадают, ну, ни в какую. Да, или вот идешь там что-то сделать, и не можешь там. То закрыто, то занято, то справки не хватает, то еще что-нибудь. Все время вот как в стену бьешься. И я понимаю, что мир так направляет, что вот сюда не надо, а вот сюда наоборот. Вот все хорошо складывается, все прям благоприятствует этому. И вот когда вы перестаете думать, что это случайность, типа так совпало, и начинаете с этим взаимодействовать, вот я когда заметила это, что как-то слишком много всего совпадает. И я была в очень тяжелой морально-эмоциональной и финансовой ситуации для себя. Я начала обращаться. Говорю, окей, ладно, если вы меня сопровождаете, если меня не глючит, это действительно есть. Я начала благодарить, благодарить благодарность и просить вот прям четко, конкретно, не просто абстрактно, хочу мира во всем мире, а что мне нужно 12500 рублей, чтобы заплатить за еду или за квартиру, еще за что-то. И писала, спасибо, благодарю. Потом мне приходит ровно 12500 рублей, я вычеркиваю, говорю, благодарю и трачу на то, что я написала, что я попросила. Вот этот, знаешь, договор внутренний, что обещал, обещал и сделал. Если запрашивал ресурсы под это, то направляешь ровно на это. И вот так я живу уже сколько? С 2019 года, с 2020. У тебя не было такого периода, что ты делаешь что-то, да? И любовь вкладываешь, и служение у тебя есть, и забота, и ты думаешь о других людях. А вот такое ощущение, что обратной связи нет. Никогда не было. Не было такого. Вот с того момента, как я себя открыла, что меня ведут, поддерживают, и есть какие-то большие силы, никогда не было такого, чтобы я была неуслышана или мне что-то не дали. Всегда, знаешь, какие-то, ну там реально чудеса. Вот даже вот эти суммы доходов, я понимала, что я что-то хочу создать, что-то хочу сделать, и у меня есть договоренность, и мне важно это сделать. И я всегда думала, что я могу сделать для людей. И мне, знаешь, что срабатывало больше всего. Вот я в предыдущих интервью говорила, люди говорят, нет, всё равно непонятно, она от ответа уходит. Я заходила с запросом, ангелы, архангелы, что мне надо сделать для того, чтобы вот к такой-то дате 10 миллионов заплатить тому-то за вот такую-то услугу. Мне это очень нужно и важно. И мне приходит идея «Подари доступы к курсу». Вообще нелогичная идея. То есть с точки зрения бизнеса это всё равно, что возьми ресторан, раздай еду всем, и будет тебе. Я говорю, окей, хорошо. Я не самая умная, я сдаюсь. И я иду и прошу по определённому принципу, там определённой группе людей открыть доступы к платным курсам бесплатно. и просто начинают суммы совершенно другие приходить на счета. Я понимаю, что это делаю не я. Это там кому-то кто-то порекомендовал, ещё что-то произошло, и реально люди приходят и покупают больше. А в личных отношениях у тебя как дела сейчас? Я имею в виду с противоположным полом. Мне сложно. В личных отношениях, да, с противоположным полом мне сложно. Был период, когда я вообще была незаметна для мужчин. Ну, то есть, вот просто, знаешь, как-то... При этом у меня много друзей мужчин. И бизнесмены, ну, они там с семьями, и компаниями мы дружим. Нет такого, что я там чисто с девочками, а мужского мира нет. сложно в том плане, что есть те, кто обращает внимание, но не проявляют никакой инициативы, вот, типа, пойдём кофе попьём, да? Либо если попадаем в такой контекст, то у человека возникает вопрос, что даже, знаешь, я прям задавала вопросы. Мне говорят, Юля, я тебя не потяну. Я такая, в смысле? Зачем тебя тянуть? Вот. Куда меня тянуть? Зачем меня тянуть? Зачем всё это нужно? У людей и у мужчин, в том числе, реакция на меня, как будто бы тот статус и уровень социальный, который у меня есть, как будто бы он, человека там, обязывает к чему-то определённому. Выйти из своей формы, выпасть из шаблона своего. В этом плане, да. Я очень нестандартная девушка, как мне кажется. Очень нестандартная даже по быту. Меня спросить, мне говорят, ой, Юля, ты всё на себе, всё на себе. Я говорю, ребят, я не знаю, какие кастрюли где у меня в доме стоят. Я не знаю, где у меня в доме хранится постельное бельё. Я реально не знаю. Я приезжая сюда на съёмки, я не знаю, по какому адресу мы едем. Вот. Я огромное количество вещей не знаю. И если убрать всех людей, кто сопровождает меня, помогает по дому, по быту и так далее, я многих вещей не знаю. Но я классно могу выбрать человека, классно могу поставить задачу. Я классно могу организовать процесс или нанять того, кто организует. поэтому всё прекрасно работает. Люди думают, что всё сама, всё на себе. Нет. Мне кажется, вот ты сказала, что ты очень сложная. А мне кажется, ты как-то, может, это защитная форма придумать, что ты сложная для того, чтобы уйти от стресса внутреннего, придумать себе какие-то легенды. По факту, ты можешь быть, ну, я уверен на сто процентов, потому что ты обычная девушка. Ну, в целом, да. Ну, и папочная, как все. При этом ты научилась просто зарабатывать деньги, у тебя есть свой мир, своё дело, своя идеология. Да. По поводу общения с мужчинами, знаешь, когда женщина имеет много друзей мужчин, она всю свою энергию отдаёт им. То есть, ты изначально отдаёшь мужчинам энергию, которые признаёшь репродуктивно, биологически непригодными для тебя. То есть, они безопасны. Чем больше таких контактов, тем меньше ты оставляешь себе энергии, через которую мужчина может зайти. То есть, он, получается, приходит в твою жизнь не с позиции, то есть, он, видишь, они даже обратную связь тебе дают, я тебя не потяну. Вот. Мужская логика первично включается, видишь, он начинает думать. Хотя, по факту, он должен почувствовать сначала. То есть, у них должна быть задача тебя вообще в постель затащить. Понимаешь? Они думают, потянут ли они тебе или нет. То есть, он уже подходит в контакт с тобой, считывая тебя как как объект. Мощную структуру. Понимаешь? И он понимает, что он в легкомысленное отношение с тобой пойти не может, анализирует, что это определенная ответственность, с которой он не готов и не идет. С такими вообще надо с мужчинами поменьше общаться. То есть, общение с мужчиной может быть только в двух форматах. Деловые переговоры и свидания. То есть, даже если ты идешь на какое-то общение с мужчиной, это должно быть свидание. Очень многие женщины себя загоняют вот в эти рамки, когда им начинают казаться, у меня мужчина-друг. То есть, по факту, когда мужчина и женщина встречаются вместе и начинают дружить, это система безопасности через непризнание твоей биологической пригодности. То есть, я не могу пойти в процесс продолжения рода. Ты же идешь в контакт с мужчиной, ты же не будешь с ним род продолжить, потому что это подруга, муж подруги, либо просто друг. А по факту на вселенском уровне ты сливаешь энергию женскую. Они не справляются с ней, ты от нее избавляешься. То есть, твои друзья это безопасный способ избавиться от женской энергии. Это напрямую взаимосвязано с накопительным эффектом финансовым. Как только ты перестанешь отдавать энергию просто в общении с мужчинами, с друзьями, у тебя параллельно начнет расти объем энергии твоей женской и финансы будут застревать. Они будут задерживаться прямо. Прикольно. А по факту ты их выгоняешь. То есть, деньги пришли, суммы, ты отдала их на благотворительность, купила все всем, роду помогла, себе не оставила. Люди, которые не умеют... То есть, у тебя есть способность быть в деньгах, но нет способности быть в женской энергии. То есть, когда она у тебя появляется, ты бессознательно от нее избавляешься через контакты с мужчинами-друзьями. Понимаешь? А ее нужно прямо накопить и почувствовать, что с тобой будет происходить. А там будут происходить удивительные вещи. Они непредсказуемы. То есть, что с тобой будет, тоже никто знать не знает. И тогда появится мужчина. А так ты, это знаешь... Идемте, Юля раздает яблоки. Вот. И все побежали. Прибежало 20 человек, у тебя было 10 яблок. Ты их и раздала, и 10 остались просто без яблок. Они бы, а, у нее уже закончились, ну ладно, пошли и ушли обратно. Так и с энергией. То есть, ты ее всем раздала. И я тебе уверяю, там много сексуальной энергии твоей. Просто ты ее немножко трансформируешь в дружескую. И где-то даже в такую сестринскую, материнскую, приятельскую. А все это твоя женская сексуальная энергия. Да, там просто атомный реактор. Атомный реактор, он, видишь, работает на благотворительность тоже. Не надо. Надо все, вот эту энергию точно нужно себе сохранить. Возможно, из-за того, что мужчины в твоей родовой системе были такими эмоционально недоступными, ты вот эту эмоциональную доступность определяешь через дружбу. Да. Понимаешь, то есть мы можем дружить, и там я получаю эмоциональный отклик. Вот. А если мужчина, он обязательно будет холодный. И как раз таки, и так и получается. Ты очень много отдаешь энергии мужчинам, и к тебе приходит эмоционально закрытый мужчина. На твою уже опустошенную программу. А как только ты оставишь ее себе, появится такой ого, Юлька, давай, заряжай, поехали. Вот тебе с этим нужно поработать. Прикольно. Да. Я в эту сторону вообще не смотрела, не думала. Я сколько копала тему отношений. Ну, вообще, если я в терапию захожу с запросом, я в основном захожу либо со своим каким-то состоянием, процессом или повторами сценариев, какие-то странности замечаю, либо с темой отношений. Расстановки. Я очень много чего делала. Выхожу, у меня растут деньги. Копаю отношения, растут деньги. Я думаю, ну, ладно. Но в эту сторону ни разу никто мне не давал обратную связь. Нужно пожатничать немножко. Спасибо тебе, да. Прямо вот сказать, ребята, там созвонились, списались, не нужно с ними отказываться от общения. То есть, мне нужно прямо проводить эксперименты. Взять такой детокс от общения с мужчинами и друзьями. В переписке то буквально, там пока очень занята, много работы, выйду на связь позже. Все. Пусть у тебя все будет хорошо. Никаких там целую, никаких обнимаю, никаких люблю. Там, вот, стоп. Представь себе, возле тебя появляется очень осознанный, тем более на твою программу может только такой человек прийти. То есть, он к тебе пробивается. Мужчина мега суперосознанный. То есть, он вот в этой теме духовного развития, не оторванный в духовности. Он там сидит под солнцем. Знаешь, как у меня Толик этот у меня приятель был, уехал. Ну, серьезно, лет 10, наверное, он уже в Индии. Бросил жену с детьми, бизнес, уперся, сел там под дерево, волосы отросли уже до пола, до земли. Он не моется вообще. От него просто грязь вот так можно отковырнуть. Его жена три года к нему летала, умоляла, на коленях стояла, Толя, вернись в дом. Он сидит и все тщетно, возвращайся, строй семью, выходи замуж, я нашел себя здесь. Вот он до сих пор сидит под деревом. Не такой. То есть твой мужчина, он будет отражением твоим, придет на твою программу. И теперь пропусти через его сознание твой контакт с друзьями. Целую, обнимаю, там еще что-то. Там очень много сексуальной энергии. Между друзьями всегда есть сексуальная энергия. Этот мужчина не сможет быть в такой системе. Целую, обнимаю, это только у вас с ним. Моя энергия принадлежит тебе, твоя мне. У нас обмен постоянно идет, такая взаимозависимость. А здесь, получается, ты ее сливаешь никуда. Эти люди берут ее и уходят с ней. И потом я тебе ничего не возвращаю. Ты приходишь и говоришь, блин, у меня мужчины нет. Вот такой месяц детокса, и ты будешь прям наблюдать, как суета такая начнется в пространстве. Мужчина такой, ой, там на свидание позвали, кофе попить, подарки какие-то начали мужчины дарить. Это тебе просто так за то, что ты есть. Прикольно. Экспериментируй. Я прям поделюсь с тобой. Ну, если есть, нет, просто если есть вещи, которые ты там, допустим, не можешь обсуждать, да, там под камерой, я без проблем, мы можем вообще так встретиться, эту тему проговорить. Очень много, то есть, ты такая девочка-девочка, и даже ты, когда зашла, вот у тебя пиджак такой, знаешь, он более мужской такой, да, стильно, вопросов нет, пиджак, бейсболка, вообще стиляжно очень. Но это, знаешь, когда Роллс-Ройс презентуют, его накрывают временно тряпочкой, но сквозь эту тряпочку видно, что это Роллс-Ройс, понимаешь? И через твой пиджак видно, что ты Роллс-Ройс, но тебе не нужно немножко вот его понаглее быть, наглости не хватает тебе женской. А опять вопрос, почему ее не хватает, потому что ты своим друзьям все раздала, мужикам этим. Вообще. Многих там друзей этих? Ну, в основном мы дружим компаниями, что вот основной костяк у нас это парочки. Нет, парочки это ладно. Парочки. Парочки это ладно. Отдельно? Ну, наверное, вот таких активных пару человек. А у них как с отношениями? Один в отношениях, но не женится долгое время на своей девушке. Вот. А второй без отношений. А второй я даже это прям за это зависла. Зависла, думаю, кого я имела в виду под вторым. Просто знаешь, как у меня интересна дружба происходит с людьми. Я часто путешествую, и часто бывает такое, что я вообще не дома. Но так как онлайн, связи, сети все время в контакте, и притупляется вот это ощущение, и я в голове могу с человеком дружить, а мы там не виделись полгода, допустим, не оцифровывать, что контакт был, например, давно уже, и что я вообще могу там в последние месяцы не знать, что у человека происходит. Но при этом связь, она сохраняется. Вот эти слова, да? Если ты с вожделением посмотрел на женщину в сердце своем, значит, ты уже прелюбодействовал с ней. Здесь вопрос не в том, что ты в контакт вошел, прелюбодеяние, да? То есть это уже обмен энергии. У нас же очень часто сексуальность воспринимается как занятие сексом. Даже люди, когда говорят про измену, они считают изменой сам акт сексуальный. Хотя по факту там до сексуального контакта уже процесс подготовки и обмен энергии уже пошел. То есть люди созваниваются, переписываются, гуляют, держатся за ручки, обнимаются, целуются. Мысленно они уже в контакте находятся. Там ментальная связь очень близкая. И сам сексуальный контакт физически, он в принципе, ты знаешь, как вишенка на тортике. Тут уже торт готов, все прекрасно, ну ладно, давайте сюда положим. У тебя может быть то же самое. Это у очень многих женщин такая история. Когда ты бессознательно выбираешь даже в окружении мужчин, с которыми идешь в обмен такой сексуальной энергии. То есть ментальная связь может быть. И ты ее где-то даже глушишь. Возможно. И они глушат. Формируется такая безопасная среда. Не бывает дружбы между мужчинами. Биологически, репродуктивно точно нет. Никогда лев с львицей дружить не будет. Мы друзья. Да, ну давай пойдем сожрем оленя вместе. Нет. Нет. Они его поймают, сожрут, позанимаются сексом, ну там размножение и все остальное. Ты знаешь, я был недавно у своего друга в гостях, вот буквально на днях. Он такой очень состоятельный человек, у него дома живут львы. Серьезно? Да. Львы живут. Львы, медведи. Вот. Ого! Значит, мы отдыхали, там компания шумная была. И ты представляешь, я выхожу на улицу покурить. И, значит, это вольер такой большой. Львица в уголочке лежит, отдыхает. И он стоит вот так, не возле нее, там буквально в пару метрах от нее. Лев. Лев, да. И смотрит так по сторонам. Если кто-то подходит близко, там на два, на три метра, он тихонечко возвращается к своей львице и начинает вокруг нее вот так ходить. Представляешь, он просто на месте не стоит. Он вокруг нее ходит и начинает потихоньку показывать, что это его территория. Он там такие звуки издает. Мама дорогая. Просто я представляю, вот с ним так в дикой природе встретиться, это ужас. Ужас. Поразительно. Я с ними так немножко поконтактировал. Животная энергия, она совсем другая. Ты прям чувствуешь присутствие другого мира. Так же и мужчины чувствуют. Ты для меня сейчас открываешь целый мир. Ну, во-первых, мир про мужско-женские взаимоотношения. Потому что одно дело это строить карьеру, бизнес или проекты какие-то. Можно быть офигенным управленцем и быть там взрослым, и абсолютнейшим ребенком в человеческих отношениях. А второе, что ты для меня открываешь, ты говоришь, что там вот один друг состоятельный, там второй друг состоятельный, там третий, еще что-то, еще что-то. Я понимаю, что у меня нет перед глазами примера мужчин в окружении, кто был бы состоятелен. Ну, то есть в целом в той среде обитания, где я нахожусь. Ну, состоятельным имею в виду, что там миллиардер, допустим. Да, у меня нет таких примеров. Либо я не идентифицирую, чтобы, знаешь, подойти и спросить, как у вас там в голове устроено у мужчин, как вы вообще мыслите. Ну, а ты готова в отношениях с мужчиной идти в служение с ним. С мужчиной? Ну, даже в служение по отношению к нему. Да. Да? Да. Я, знаешь, как я в отношениях очень вкладываюсь. Я даже вот с друзьями, ты прям правильно сказал, у меня был период, было два друга, мужчины, они женаты, и мы там по тренингу вместе ездили, общались, дружили. И вот это саморазвитие происходило как-то. Параллельно делились опытом друг с другом. Я в какой-то момент поймала, значит, я там, ну, вкладываюсь в человека, говорю, а вот это, а вот это, а давай, ну, там, какими-то вот этими историями. А он потом этого мамонта несет жене. Ну, логично, да, что он несет жене. И я такая думаю, блин, какой-то странный обмен, что я как в пустоту. Слышишь, у тебя уже пазл начинает собираться. В пустоту это дело. То есть ты эту энергию, если бы ты ее отдавала своему мужчине, он бы олигархом стал. Это точно. Сто процентов. А так как, получается, ты из таких добрых побуждений, то есть тебе нужно научиться вот через это служение понимать, где ты служишь обществу и людям во благо себе, а где в ущерб себе. Да. Вот служение мужчинам с твоей стороны в дружеских отношениях ты делаешь в ущерб себе. И поэтому к тебе и притягиваются вот эти парни, которые сомневаются, что они тебя не могут не потянуть. Потому что если ты начинаешь входить в отношения... Да, деньги, безусловно, важны в отношениях. Но если ты входишь в отношения сквозь финансовую призму, если мы берем любовь и многогранность любви, и финансы, это... Ну, финансы проигрывают любви. Понимаешь? То есть там они могут быть частью вот этих отношений, элементом, вот, ступенькой, но не фундаментом. А здесь человек изначально ориентируется не на глубину личности, не на свою глубину личности, а на вот эту маленькую ступеньку. То есть он дальше этого ничего не видит. Это тебе Господь сообщает, как бы это вообще не твой формат. А когда человек падает в отношения, потому что у него открывается вот это мировосприятие совершенно иное, у него даже как с женой было, мы с ней познакомились, я там зарабатывал, ну, копейки. Не хватало там родителям отправить, детям, квартиру себе оплачивать, снимать. Но она любила... Ну, она уже просто была в отношениях, там был немножко другой уровень дохода. Вот. И она уже привыкла там сумки модные, поездки, бизнес-класс. Она мне сразу сказала, ты знаешь, я не хочу отказываться от этого всего. И не готова к этому. И я от тебя не хочу отказываться. Потому что я тебя люблю. Я до такой степени верю в тебя. И не потому, что ты должен удовлетворить мои ожидания. Нет, я просто знаю, что в наших отношениях все будет прекрасно. И вот только мы с ней вошли, вот в эту структуру отношений, и все понеслось, наверное. Мне даже кто-то начал писать, вот он, Альфонс, нашел себе богатую жену. Она ему там оплачивает поездки, путешествия. Я говорю, ладно. Пусть будет так. Я просто раз похвастался в Instagram, что мне жена на годовщину подарила Мальдивы. Оплатила там за 2,5 миллиона поездку туда. Вот, за свои деньги. А это прям разлетелось по интернету. Начали записывать видео. Да. Вот у Марка там жена богатая, она его обеспечивает, а он Альфонс. Ну, ты же не докажешь никому ничего. Мне, безусловно, приятно, что у меня женщина может заработать такие деньги. Она же не ворует где-то. В своей системе, в своем потоке находится. У нее все получается. Но вообще по природе, если по дикой посмотреть, апельсины с мандаринами не размножаются. И ежики с левицами тоже. Поэтому все в отношениях только по образу и подобию. Только. Поэтому, когда я, знаешь, как идентифицирую людей, как они отзываются о своем партнере. Вот если мужчина про свою жену или свою женщину, или женщина про своего мужчину говорит, да вот, да, она коза, она там такая-сякая, я понимаю, что он мне сейчас выдает резюме, кто он такой. Конечно. Кто сейчас передо мной стоит. Если человек сделал выбор, уважает ли он этот выбор? Как он к этому выбору относится? Ответственен, безответственен, осуждает, говорит, ой, да мой, там ничего не может. Ну, это о самом человеке говорит больше, чем о том, о ком он говорит в этот момент. Это я сейчас вспомнил про таксистов. Они, знаешь, очень часто любят некоторые таксисты, рассказывают, что он так для души таксует. Ну вот, а так у него там бизнес есть или свое дело. А так, а что дома сидеть, да? Ну, блин, если что дома сидеть, иди в спортзал, сходи там со скандинавскими палками, по парку походи, путешествуй где-нибудь. Я ловлю себя всегда на мысли, что такие люди, им гордыня мешает. Им реально мешает гордыню. У меня просто был такой момент, когда еще до момента, как я пришел в публичную психологию, у меня там были бизнес-проекты, где я обанкротился, остался без денег. У меня, по-моему, в общем, у меня тогда было 24 рубля в кармане. Я ездил раньше там в караоке, Каракарузо называлось, я не помню, станция метро Семеновская, по-моему. Но там был в полуподвальном помещении караоке Карузо, очень популярное в свое время. И когда у меня были деньги, я там отдыхал, тусил. Ты знаешь, уже постоянные гости, все знают друг друга по именам. Уходишь там, чаевые, раздаешь направо-налево, охране, официантам, уборщицам, всем. И тут у меня 24 рубля, я звоню Эльдару, он это начальник охраны, я говорю, возьми меня на работу к себе. Он говорит, ты что, с ума сошел, что ли? Я говорю, правда, у меня нет денег на жизнь. Он говорит, у нас есть только одна вакансия гардеробщика. Ну, правда, у меня охрана вся занята. И что ты думаешь, я прихожу туда работать гардеробщиком. И приходят люди, это еще зима была, приходят люди, с которыми я буквально еще месяц назад вместе пил, ел. И они подходят ко мне и говорят, что ты что-то сделаешь. У меня первая мысль возникла, сказать, я забыл, как его звали, мужчина, который гардеробщиком был, он уехал куда-то. У меня была мысль сказать, что вот, отошел в сторонку, я думал, слушай, ну ты же всю ночь будешь тут принимать эти куртки, шубы. Я в какой-то момент просто смирился с этой частью своей жизни. Когда узнавали меня люди, ой, Марк, ты что тут делаешь? Я говорю, работаю. В смысле? Я говорю, в прямом. Снимай шубу. Это был такой кайф, ты себе представить не можешь. Я поймал себя на мысли, что у меня были просто такие периоды, когда у меня гордыня моя рушилась, вот просто как карточный дом. Я ее прямо так подковыривал, еще и подсвечивал специально такие места. А когда я работал в караоке, значит, уже пел. У меня просто был период, когда я еще в караоке пел несколько лет. Вот. И представляешь, сидят гости, подвыпившие, с девушками со своими. И начинают выпендриваться. Я понимаю, что так бы на улице, я бы этих двух перцев уложил бы прямо на глазах у этих двух телок. Почему телок? Потому что они тоже себя как быдло там ведут. Ты себя берешь в руки, успокаиваешься, глубокий вдох, глубокий выдох. И все это через любовь. Знаешь, через любовь. И так зайдешь куда-нибудь за угол, думаешь, смирение, все спокойно, вышел дальше. У меня был такой случай один раз, когда в присутствии моих друзей, постоянных клиентов, чеченцев, на меня начали наезжать там компании из пяти мужиков. Там пять пар, короче, было. Они очень сильно выпили. И прямо на меня напором поехали. Вот. Мне их буду там имен называть, этих ребят. И там, в общем, мой приятель, чеченец, очень такой непростой человек, поймал, значит, одного за ухо и засунул ему микрофон в рот. Представляешь? А микрофон еще с таким, ну, с круглым набалдажником. Засунули, засунули, а вытащить не могли. Вызывали, короче, скорую. Как-то они вот там разжимали. Ну, достали этот микрофон. Все нормально. Но это надо было видеть. Были такие моменты? У тебя были ситуации, когда ты с гордыней своей справлялась? Ой. Вообще. Часто? Вообще, тема гордыни, это первое, через что меня ломали. Ну, и я считаю, что это такой первый урок, через который человек начинает проходить. Было. Был момент, когда я считала, что важно в жизни достичь целей, получить какой-то статус, важно стать руководителем, значимым человеком. Я очень сильно тянулась к этому и смотрела за такими людьми. Я вот только родила дочь, еще ездила по тренингам. Цель – бизнес-молодость, лидерская программа. Ну, такое, знаешь, через достигаторство, через голову. И я очень много рисковала и тратила денег по-другому типу, не так, как я это делаю сейчас. Ну, в общем. Тогда купила машину в кредит себе, потому что сильно обиделась на бывшего. Я купила кредит, потому что на бывшего обиделась. Это хорошая мотивация тоже. Там была история такая, что у меня была машина, а я дочку родила в мае, и вот начало мая снег растаял, у меня уже большой живот, мне уже там рожать через 2-3 недели, а зимняя резина лежала у подруги в гараже, и до этого он мне помогал. А мы вот только-только недавно расстались, когда я была беременна. И у подруги в гараже лежали шины, резина. И до этого всегда он мне помогал. И тут я обращаюсь, говорю, Лёш, помоги, пожалуйста, машину переобуть, там надо колёса привезти, там вот это всё. Я физически не могу. Он такой, да-да-да, да-да-да. Да-да-да, но не делай. Да-да-да, я вот сейчас не могу, освобожусь, типа сделаю. Да-да-да. И вот апрель да-да-да, май да-да-да. Уже начало июня, я снова подхожу, говорю, Лёш, я уже родила дочку, всё, грудной ребёнок. Я говорю, помоги мне. У меня не было опции, я не знала вообще, как это делается. Помоги машину переобуть. Я говорю, на выходных можешь приехать? Он такой, так, на этих не могу, а на следующих я уезжаю в поездку там на две недели. И, в общем, посчитала, говорит, я 2 июля смогу только приехать. То есть 2 июля, да-да-да, поменяю резину. Я что-то такая злая была, ну вот какая-то там череда конфликтов, каких-то выяснений взаимоотношений. Я в итоге психанула, поехала свою машину на зимней резине, сдала в трейд-ин, взяла деньги, которые у меня были, остаток взяла в кредит. И купила себе новую Audi Q3. Ему написала, я говорю, спасибо, помощь с резиной больше не нужна. Я вопрос решила. Он, как? Я говорю, я себе машину новую купила. Уже на летней резине. Уже на летней резине. Так что в следующий раз, я еще раз, чтобы не менять резину, куплю себе уже другую, только сразу на зимний. Это, слушай, гениально просто. Это самый гениальный пример из тех, что я слышал, как беспроблемно поменять резину. Приезжаешь, покупаешь машину на летней, зима наступила, купил новую на зимний. И не нужно заморачиваться. Если ты идешь в отношение, чтобы возвыситься, желающий возвыситься будет унижен. Это точно. Это 100%. Это библейская истина, которую невозможно просто взять и обойти. Как только ты ставишь перед собой цель возвыситься над другими, ты будешь унижен. Да. И наоборот, в служение, когда ты идешь, ты где-то, даже если мы не берем раболепство, ты в любом случае, идя в служение, работаешь со своей гордыней. У меня была такая ситуация, когда я предложил поспищицам своим помыть ноги своим мужьям. Если бы ты видела, что там началось, на несколько лагерей. То есть были женщины, которые сказали, Марк, благодарим вас за рекомендацию, мы обязательно сделаем и посмотрим на обратную связь. Обратная связь была сумасшедшей. Они не ожидали. Там мужчины в шоке были. Знаешь, вот не просто помыть ноги, там в ванну зашел, дай ногу. Нет. Она пришла там с какой-то емкостью, знаешь, пусть даже тазик какой-то был. Сняла с него носки, засунула туда ножки, подержала их в воде, поскрабила их чем-то, намылила, я не знаю, там, высушила, обтерла и положила его спать. И некоторые женщины писали о том, что мужчины плакали. То есть у мужиков слезы текли от того, что он вообще не понимал, что происходит. Мне мужчины писали, говорили, Марк, я не знаю, как это объяснить. Я, говорит, в таком потоке благодарности своей жене проснулся, мне хочется встать, что-то сделать для нее. Просто уйти на работу я не могу. Потому что после всего, что она сделала вчера, казалось бы, это не какой-то фееричный секс, это просто она мне помыла ноги. А другая категория женщин начали писать, ага, сейчас, да пошел он нахер, там еще ему ноги мыть, урод. Я понимаю, насколько люди, они вот в такой, знаешь, в темноте. Они просто в темноте самые настоящие. То есть находиться под одной крышей с человеком, которого ты ненавидишь или к которому ты не готов послужить, это финишное прямое отношение. Это, да. Это причем, казалось бы, нелогично. Человек вверяет человеку свою жизнь, своих детей, продолжение рода, свою безопасность, финансовую составляющую. Ну вообще все, вы делите вместе все. Вы с одних тарелок, ложек кушаете, да? И когда внутри допускаете вот неуважение, осуждение, критику, когда взахлеб подружкам рассказывают, какой он негодяй, то там много вопросов, ну вообще. Это вот эти разговоры с подружками, они вообще очень, я часто слышу, как в компаниях, как некоторые женщины о своих мужьях отзываются. Хочется подойти к такому мужу и сказать, беги от нее. Мне девушки в телеграм-канале спрашивают, я же через метод, когда работаю, я предлагаю фразы для проговаривания, признаю и принимаю то-то, то-то. Мне говорят, Юля, напиши, пожалуйста, фразы, которые нужно проговорить для того, чтобы выстроить наконец-то уже отношения с мужем или еще с кем-то. Я пишу, я говорю, хорошо, записываю фразы. Да, дорогой, хорошо, дорогой, ты прав, милый, хорошего тебе дня. Я говорю, попробуйте повторить несколько раз мужчине своему, да, дорогой, ты прав, хорошо, милый, как скажешь еще. Я говорю, вот и тренируй. Там тоже взрыв у людей был. А мужчины пришли и начали подтверждать, что действительно так и есть. И знаешь, что удивительно, вот про уважение, про служение. Один выпуск шоу-метод был про уважение к мужчинам. Он вышел не так давно, но там рекорды по просмотрам. Рекорды просто по просмотрам. А я пораженная смотрю, думаю, странно. Мне казалось, лично мне по сюжету, тому, как разворачивались события, больше нравится другой выпуск. Но он где-то в низах находится. А именно в рекомендации, в пересылках лидирует уважение к мужчинам. И это говорит о том, что происходит в обществе. Что происходит. Про гордыню я тебе так не дорассказала, как меня очень сильно помотало по гордыне. Очень сильно помотало по гордыне. У меня была огромная гордыня, я не могла что-либо просить для себя. Мне казалось это унижением, что если я попрошу помощи или поддержки, или признаю, что у меня что-то плохо, что-то не получается, для меня это было унизительно. Просить деньги для меня было унизительно. Ну, допустим, когда кому-то сказать, что финансовое положение где-то не очень, это было жутко унизительно. Я в те периоды времени даже говорила, что я лучше землю буду есть, чем попрошу помощи. Ну, собственно, Бог мне быстро организовал этот процесс. Поедание земли. Поедание земли, да. Там долго упрашивать не надо. И был период времени, когда я вот, почему я с машины начала разговор, что я ездила на достаточно хорошей машине по моим меркам, ходила в норковой шубе, жила в хорошем жилом комплексе с охраной. Не скажу, что там супер бизнес-класс, но и непростое жилье. Но при этом у меня не было денег, чтобы заплатить по счетам и сходить в магазин, купить продуктов. И для меня тогда было прорывом вообще попросить. Попросить, потому что гордость была невероятная. и я попросила, да, попросила, я помню, для меня было прям жутко как раз у отца Алены попросить у него дать мне денег допом к той сумме, которую он дал какое-то время назад. Он прочитал, ничего не ответил, просто через час СМСК о поступлении. Меня мотало просто, это, знаешь, как вот с гордыней и еще вот с теми чувствами, которые были в тот момент, это было очень жестко. И я пошла к людям, и у меня планировалась поездка в Лондон на Тони Роббинса. Я сильно заранее ее планировала, а денег на нее не было. И я думаю, ну сначала билеты на самолет куплю, потом в следующий месяц визу сделаю, в следующую там гостиницу, вот так за полгода я постепенно собирала на эту поездку. И в итоге ко дню ИКС подходим, у меня есть билеты на мероприятие, билет на самолет и виза, и все. Ни отеля, ни денег, чтобы жить там, их нет. И у меня встает выбор, либо мне отказаться от всего того, что было уже вложено, и не лететь. А там в чате мы были, в чате мероприятия, люди пишут, что мне визу не дали, мне не дали, мне не дали. То есть я понимаю, что ряд людей, кто хотел, и у кого были ресурсы, они не летят. А мне дали визу. И это какой-то сложный процесс, получить британскую визу. Я думала, лететь не лететь. И просто перешагиваю через свою гордость и пишу в чате участников тренинга. Я говорю, дорогие, вот мне дали визу, все дали, но я не рассчитала, реально у меня нет финансов, чтобы полететь. Могу ли я с кем-то объединиться жильем или что-то, чтобы была возможность. И мне прислали пять вариантов. На меня начали мужчины, один говорит, пришлите паспорт, переоформил на меня свой хостел. Меня мотало жутко. То есть вот гордость в дребезге. Это знаешь, вот когда ездишь, у меня там с головой вообще, знаешь, много перекосов было. Было полностью слияние моей личности с теми атрибутами внешними, которые у меня есть. Мне казалось, что если есть у меня машина, то значит я молодец. Есть у меня айфон, значит я молодец. Есть у меня там классная квартира, значит я молодец. Если вдруг я это все теряю, то я никто. И я начала проходить через вот этот процесс потери и расщепления своей идентификации с айфонами, телефонами, с машинами и с какими-то атрибутами внешними. Что я это не они. И даже если я что-то потеряю, я не потеряю себя в этот момент. Мотала жутко. Вот. И мне люди просто начали пересылать деньги. И одна знакомая, я не скажу даже, мы не приятельницы, ну вот прям знакомая, она говорит, Юля, а что вы едите с дочкой? Я говорю, да, все как. Она мне заказала продуктов. Она мне заказала продуктов, просто заказала еды, доставку, привезли там, не знаю, картошку, молока, вот так далее. Моя гордыня тогда была, но при этом я ездила на Audi Q3, то есть расщепленка такая. И через месяц я пошла в большой благотворительный проект, соединила между собой. У меня были знакомые в компании, нет, не в Митфо Чарити, кто вещи собирает, у них боксы свои, обрабатывает, и потом в секонд-хенде их продавали. И я взяла свою компанию, где я раньше работала, большая корпорация, договорилась там с HR-ами о том, что они на сотрудников написали объявление, что вот в такой-то день в таком-то кабинете собирают старые вещи. Ну просто приносите. Соединила компанию, кто может приехать, забрать и обработать их. А эта компания взяла из своих, как, не знаю, как запасов, у них есть пул одежды, который они готовы отдавать на благотворительность. Я взяла свой город, через батюшку нашла организаторов малоимущих семей, ну кто их курирует, кто ведёт, и соединила их между собой. И, по-моему, то ли в Пущино, то ли в Протвино привезли, и там прям 72 семьи, кто не может себе купить одежду, им раздали одежду. Просто через коммуникацию, контакты, что вот я знаю этих, знаю этих, 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 между собой соединила. Это было через месяц. То есть за месяц до я над ней, меня люди вытягивают. Ну вот я буквально за месяц дальше вошла уже в строй, всё было нормально. И еду могла покупать, всё. То есть это не было каким-то длительным периодом. Но через месяц я сделала такую большую благотворение. Там больше тонны, по-моему, вещей привезли. Вот 72 семьи и одевали. Слушаю тебя и понимаю, что как круто, что ты есть. Правда. За то, что ты вот такие, ну, внутреннее светло, передаёшь, свет внутренний передаёшь людям. и здесь вопрос не о деньгах, не о том, что мы можем там позволить себе купить дорогой автомобиль либо квартиру. Финансы, знаешь, они, эти деньги, которые ты зарабатываешь, они, возможно, даже на одну тысячную не отражают того богатства, которым ты обладаешь внутри. А это тебе Господь даёт обратно так, аж комплиментарная форма общения с тобой. Вот ты делаешь добро людям, а я тебе даю возможность не переживать за базовые потребности свои, быть в комфорте и в радости. И вот, допустим, если мы берём женщину, да, которая хотела бы кардинальным образом изменить свою жизнь, вот она попадает к тебе, приходит и говорит, Юль, мне нужна твоя помощь, я знаю, что я чувствую. Знаешь, здесь надо почувствовать, мне кажется, потому что, мне кажется, люди, которые к тебе идут, они не думают, они чувствуют, от головы можно куда угодно зайти, а пойду-ка я сюда. Ну, результата нет, а если почувствовал и пришёл, тогда да. Вот приходит женщина, она чувствует, что ты можешь ей помочь. Сколько нужно времени, чтобы какие-то изменения в жизни действительно уже были ощутимы? Пусть даже не в деньгах, хотя бы по внутреннему состоянию. Сколько времени? Какие-то изменения могут настать моментально. По моему опыту, проблема не в том, что у человека нет изменений, а в его способности эти изменения видеть. Если человек по структуре своей обесценщик, он обесценивает всё. 100%. И это не значит, что у него нет чего-то. Вот прям делите на три, если человек говорит, у меня чего-то нет. У меня нет там, не знаю, дружбы нет, или у меня в жизни там ничего не меняется. Скорее всего, это не то, что там реально чего-то не меняется, а человек обесценивает всё то, что произошло. Поэтому первое, скорость изменений может быть моментальная. Там час-два уже по-другому человек мыслит и по-другому через другую призму у него жизнь закручивается. Вот я даже те люди, кто сейчас не верит и думает, что да нет, не бывает так, допустим, моментальных изменений. Вот вы представьте, допустим, вы всю жизнь не уважали своего мужа и думали, что он какой-то негодяй. И вы все взаимоотношения, все коммуникации, транзакции коммуникации, про завтрак, про деньги, про сходить в кино, про день рождения тёщи или свекрови, строили через призму того, что вы не уважаете своего мужа. Он негодяй. А вот представьте, вы пришли, и у вас в голове перещёлкивает, что на самом деле с мужем всё в порядке, и переключаетесь в благодарность, что он для вас очень много чего делал. Но вы просто это обесценили. И вот у вас встаёт новый код. Вы начинаете видеть, это не то, что он реально за эти годы ничего для вас не сделал, просто вы всё обесценили, если не сказать грубее. И вы начинаете через призму того, что ваш муж реально для вас много что делает, строить все транзакции. Это же вообще радикально другие отношения. и тогда вопрос не в том, что у человека чего-то нет. Вопрос способности разглядеть всё то, что у него есть. Я же не даю людям чего-то дополнительного. Вот не было у тебя денег, вот деньги, не было там работы, вот на работу. Это вообще не в моей власти. Но переключить сознание человека из того, что он воспринимает весь мир как негативный, агрессивный, предающий, подставляющий, враждебный в другую призму. Что мир безопасен, мир дружелюбен, мир любят, и что у человека всегда есть все ресурсы. И вот просто вот эти две точки зрения, два полюса восприятия, они меняют всю жизнь. Не я там что-то сейчас с человеком делаю, а просто через какую призму он воспринимает это всё. До меня до самой дошло вот про эту призму восприятия. У меня был момент, когда я уже достигла определённых результатов, и я поехала со своей семьёй на Мальдивы на Новый год. Я мама и дочка. Отметить Новый год в пятизвёздочном отеле на Мальдивах это был на тот момент самый дорогой отпуск. Ну, то есть для меня это была прям галочка, что что-то классное происходит. И вот мы прилетаем туда, в аэропорт Малей, на маленьком самолётике летим до острова. Самолётик трясёт просто, вот они же трепыхают, скрипит. Жутко страшно. Это, которые с воды взлетают. Да, 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 Жутко страшно просто. И я лечу, минут сорок было до острова лететь, и я лечу, и просто жутко боюсь, жутко боюсь. Вокруг красота, Мальдивы, райское место, мечта моя исполнилась. Я с дочкой и с мамой, просто Новый год. Ну вот по внешним атрибутам я понимаю, что о чём ещё можно мечтать именно в ту единицу времени. Но я не радуюсь и не проживаю счастье, а я просто в жутчайшем страхе. Я лечу такая, думаю, ну вот если прям сейчас самолёт грохнется, ну значит судьба у меня такая. Вот что я с этим сделаю? Но я могу испортить этот момент своим страхом. Я могу быть глубоко несчастна в любых обстоятельствах. Вообще этому ничего не мешает. А могу быть счастлива тоже в любых обстоятельствах. И до меня доходит, что дело-то вообще не в Мальдивах, а в этой способности испытывать радость и счастье в любых обстоятельствах. И это просто в голове у человека настройка. И в моменте здесь и сейчас. И в моменте здесь и сейчас, в моменте настройка. Не бывает какого-то такого обстоятельства, что вот я добегу, будет у меня А, тогда я буду счастлив. Его не существует. Просто вы переключаетесь в то, что я уже счастлив, я уже благодарен. Человек, когда несчастен, когда он не благодарит, когда он всё обесценивает. И это тот яд, который человек сам выпивает. И он сам себя же этим ядом травит. Поэтому, когда какой-то клиент или человек говорит, вот мне никто не помог, или вот я ходил, мне не помогло. Для меня это часто про обесценку человека. Человек, благодарный этому миру и в том числе служащий этому миру, он научается видеть вот эти ценные зёрна вообще в любой ситуации. В любой трагичной ситуации, в любой критичной ситуации. И взращивает в себе эту благодарность. А тебе какой мужчина нужен? Ты знаешь? Ну, образ ты придумывала себе, пописала, прописала. Ну, или по ощущениям твоим. По моим ощущениям... Может, для полной картинки. По моим ощущениям, это самодостаточный реализованный человек. Это важно, чтобы у него была своя вот эта автономность. Как в слияние вот этого, прям вслипшись. Что когда есть что-то совместное у меня с ним, но при этом есть и у каждого своё. Важно, чтобы по ценностям совпадали. И важно, чтобы, ну, для меня, чтобы он воспринимал, не осуждал мои желания и мечты. Для меня важно, что вот если я мечтаю о чём-то, не знаю, начну я мечтать о том, чтобы небоскрёб построить где-то, да? Чтобы не было такого, что, ой, да куда ты лезешь, да зачем эти небоскрёбы, они там не нужны. Вот это, чтобы была поднялась. Небоскрёб, да пожалуйста, дорогая. Хочешь — развлекайся. Хочешь бабочек разводить — разводи бабочек. Хочешь, там, чем бы не развлекалась, как бы не творила. Потому что я очень творческий человек, мне постоянно что-то создавать хочется. Мы даже ехали, я с водителем обсуждала. Я говорю, Валера, у меня страх возникает, что если бы я была в отношениях, я говорю, интересно, это какая ёмкость у мужчины должна быть? Что я говорю, дорогой, я весь свой род обеспечу недвижкой. И просто одну за другой квартиры, дома начинаю покупать и дарить, покупать и отдавать, покупать и отдавать. Ну это же, просто скажи, вот по твоему опыту восприятия, много ли мужчин готовы просто морально спокойно выдерживать, находясь в парах и в отношениях, когда у женщины вот такая вот затея? Если мы смотрим, если подойти с точки зрения, мужчина глава семьи, он несет ответственность, обеспечивает. Ну да, если мужчина такими принципами живет, он очень категорично к этому будет относиться. К такой сильно проявленной женщине. Если мужчина адекватен, он не будет возмущаться. Ну и пожалуйста. Альфонсо точно не будет возмущаться. Он будет раз, скажи, если там в списке я буду еще, когда ты будешь раздавать квартиры, пожалуйста, и меня не забудь. Нет, здесь же такая история, знаешь, для меня отношения, вот ты сказала, у меня есть золотое правило отношений. Я могу быть с собой рядом с тобой, а ты можешь быть с собой рядом со мной. Все. Вот если в эту формулу вы залетаете в отношениях, тебе уже вся мишура и, в принципе, все то, что наполняет отношения, не столь важно. Кто главнее, кто не главнее, кто кому уступит, не уступит, кто за что несет ответственность, понимаешь, как распределяются обязанности и функции в семье. Да, договоренности должны быть, но там уже нет предвзятого отношения к тому, что вот женщина зарабатывает больше. Я такие знаю семьи, где женщина зарабатывает в 20 раз больше, чем муж. Он миллион рублей, а она 20. И они живут, у них прекрасные отношения. Почему? Она не подходит к этому с позиции, если я могу все сама, зачем мне мужчина? Да, то есть это женщины, оторванные от рода. Она не думает о том, что нужно развивать родовую систему свою. Она считает, что она сама, если я все могу, значит окей, мне и мужик не нужен. У мужчин немножко по-другому. Он зарабатывает деньги, каким бы он ни был, он домой их тащит. Понимаешь, отдает жене и детям. И себе там на булочку оставит, и все. А у женщин другая немножко тактика. Но не у всех, не у всех. Это очень такая тоже скользкая тема по поводу ролевых распределений в отношениях. Но у тебя, видишь, ты проявлена в финансовой сфере. То есть с мужской энергией ты в контакте очень сильном. И тебе нужно сейчас входить в контакт со своей женской энергией. Вот то, о чем мы с тобой говорили. А параллельно мужчины будут появляться. Все зависит от того, через призму, чего ты будешь определять этого мужчину для себя. Через призму финансов всегда можно перекусить мужика. Мужчине сложно зарабатывать деньги, и женщинам сложно зарабатывать. Но у тебя это получается. И видишь, ты сама зарабатываешь, и других учишь этому. И люди выстраивают хорошие отношения. И с собой, и с финансами. Это ни в коем случае не реклама. Меня как-то, знаешь, спросили один раз, типа, кто там твой конкурент? Кого ты считаешь своим конкурентом в мире психологии? Я говорю, а в смысле конкурентом? Не может быть конкурентов. Ты всегда в любом случае такой, какой ты есть. Я понимаю прекрасно, что твоя аудитория придет к тебе, моя ко мне придет. Там к Саше Пупкину его аудитория придет. К Свете Зайцевой ее аудитория. То есть у всех найдется свой слушатель. Они же приходят на внутреннюю программу. Вот. И даже вот в нашем общении с тобой я в очередной раз для себя убеждаюсь в том, что мне нужно больше такой духовной составляющей транслировать. То есть не бояться ее. То есть я благодаря этой составляющей расту, а ее не показываю. Но если показываю, то очень так дозировано. У меня был такой период, когда меня там начали ассоциировать с православным психологом, потому что я на телеканале Спас работал. Типа, вот православный психолог. Я где-то даже, знаешь, перестал говорить про эзотерику, про шаманизм, про ту же экстрасенсорику, про энергии. Потому что я думал, ну как это так? Я сейчас здесь рассказываю об этом, а сам хожу на телеканал, там работаю. Не поймут люди. Вот я это все так в стороночку раз убрал и все. Поэтому здесь вот эти финансовые вопросы, проработка финансовых вопросов, это к Юль. Но опять же таки через внутреннее состояние потока. Не от головы. Ой, мне нужна сумка, блин, Луи Витон там. Надо подзаработать. Сейчас к Юле пойду, она мне подарит сумку. Подарит-то, может быть, и подарит. Но с этой сумкой все и закончится. Нужно же открывать канал. Вот это и через служение. Понимаешь, не всякая женщина пойдет в служение. Да ты с собой справилась. А есть женщины, которые не готовы к этому. Не готовы идти к служению. В служение пойти вообще миру. Ни мужчине, ни родителям своим, вообще никому. Да. Для них это какой-то вот отдельный мир. И первые возражения, которые часто говорят, что а вот вы рассказываете про служение и там про людей, у кого получается. А вот как же вот те олигархи, которые воруют, убивают, обманывают и так далее, а вот у них все хорошо, а вот они там никому не служат. И люди любят фантазировать на эту тему. Я вспомнила, у меня смешной случай был, Марк, на тему того, вот люди, я им доношу ценности какие-то, они говорят, а вот как же там миллиардеры, которые то-то, то-то. Или начинают говорить, а вот как же у Иисуса там было? Я говорю, увижу, спрошу. Ну а как я могу рассуждать о том, как у Иисуса было? Я могу только фантазировать на эту тему. И я все время отшучивалась, увижу, спрошу. Здесь знаешь, какой момент тоже. Человек приходит, я просто слышал такую историю, мусульманин пришел, или нет, не мусульманин, мужчина пришел, да, не, все правильно, мусульманин пришел в ночной клуб, его начали осуждать, а он туда пришел для того, чтобы людей к истине призывать. А другой пришел в мечеть, и все его восторженно встречают, на самом деле пришел обувь украсть, знаешь, которую люди снимают. То есть тут мы не можем, не имеем права брать на себя роль судьи. То, о чем этот олигарх, который, как мы думаем, он там ворует, обкрадывает, слушай, он там миллионы долларов каждый месяц может тратить на благотворительность, и благодаря вот его деньгам живут другие люди и семьи. Вы никогда не знаете, вы не знаете, что вы чувствуете, уж тем более не знаете, что происходит у другого человека. Так вот эта шутка про увижу-спрошу, она имела продолжение, я реально увидела, сейчас расскажу. Я прилетаю в Грецию, это вот было в августе месяц назад, прилетаю в Грецию на Санторини. И нас сопровождает гид, показывает остров и водитель. И гид говорит, Юля, мы вот весь день катались, и водитель не кушал, не будете ли вы против, если мы с вами тоже за одним столом сядем поужинаем вместе. И она рассказывает, что водителя зовут Христос. Христос. Христос только на греческий манер. Христос. Говорит, он из очень набожной семьи, вообще собирался быть священнослужителем, но стал моряком. И до меня доходят, что я шутила, что увижу Иисуса, спрошу. Напротив меня сидит Христос из набожной семьи, и я пишу в телеграм-канал своей аудитории. Я говорю, помните, я шутила, что увижу, спрошу. Я говорю, увидела. И люди начинают шутить и говорят, Юля, он по воде ходит? Я говорю, ходит, потому что он моряк. Моряки не плавают по воде, они именно ходят. И пишет, говорит, наверное, ему меньше 33 лет. Я говорю, сейчас узнаю. Я спрашиваю, а сколько Христосу лет? 29. Я пишу, 29. То есть в человеке вот этот набор человеческих совпадений, которые красной линией совпадают с тем, что было написано в Библии. В общем, я поняла, что с шутками надо быть поаккуратнее. Шутки, да, могут обернуться. Нет, ну можно пошутить хорошо, и будет хорошо. У меня был такой период, когда я что-то позлился дома. И жене говорю, слушай, мне так хочется вот побыть уже одному. И без тебя, говорю, и без детей. Представляешь, я улетаю в Дубай, казалось бы, такой кайф. Из-за документов застреваю на целый месяц. Я уже сидел в этом отеле, и для меня этот Дубай стал просто уже какой-то каторгой. То есть я понимал, что у меня такая сумасшедшая тяга вернуться домой. Я еще знаю, что вот-вот моя жена будет рожать. И это был просто космос какой-то. Когда я уже сел в самолет, знаю, что вот я лечу обратно. Я поймал себя на этой мысли, что ты же хотел. Еще прям с таким рвением сказал, что я хочу побыть один вдалеке от вас, от всех. Вот хотел, на, пожалуйста, сиди, кукуй. Уже смотришь, и песок тебя не радует, и вода морская. Да-да-да-да-да, это действительно так. У тебя есть какие-то пожелания для женщин? Есть. Вот что бы ты хотела донести до каждой женщины? Есть. То есть первое — это не искать того, что вы ищете где-то снаружи. Того, что вы ищете во внешних объектах, этого нет. Счастье ищут и любви часто. И наделяют счастьем и любовью какие-то внешние ситуации, случаи, события. Вот их там нет. Ни в вашем мужчине нет вашего счастья. Он вообще не должен вам доставлять непоправимое счастье. Ни в квартирах, даже в вашем деле отдельно там нет счастья. Оно есть во внутреннем состоянии и есть в чувстве благодарности. Если у вас чего-то сейчас нет, начните просто благодарить. Вот как можете, как умеете. Там из человека демоны такие начинают лезть, а вот они не заслуживают. А за что их? Это к ним вообще не имеет отношения. Это ваши демоны. Знакомьтесь с той грязью, из которой вы состоите. И через благодарность всё глубже, глубже, глубже и глубже проходите. И вот там же как раз пройдёте и в служении, и в благодарность. И тогда обретёте всё то, что вы искали во внешних объектах. И тогда внешняя реальность, она просто начнёт подтягиваться и восстанавливать балансы в соответствии с тем, что у вас внутри. Всё. Больше то, каким путём вы туда придёте. У каждого свой. Кто-то через предательство, через ненависть придёт, через безденежье, через банкротство, через отрыв от семьи, за границу. Пути Господни неисповедимы. Но суть в том, что вы будете приходить вот к благодарности и к чувству, что у меня всё есть, благодарю, и я согласен. Это та молитва, которой меня учил один из моих учителей. Передавал, он говорит, благодарю, у меня всё есть, и я согласна. — Ну, это очень глубоко. Я на самом деле, когда... Мне жена показывала твои видео. Я даже не показывала, я подходила. Я не помню, где мы были, в Турции, по-моему. Буквально сейчас недавно. Вот. И она прямо, смотрю, залипла. Видео лежит, и у неё слёзы текут. Я говорю, что случилось? Она типа, ничего, потом. Я думаю, ладно, может, что-то там смотрят. Прохожу опять, она уже успокоилась, слёзы вытерла. Говорит, я вот слушала Юлю. И так она мне отзывается тем, что она транслирует. У меня просто супруга тоже... Ты когда начала разговор, подсветить. У вас даже обороты речи очень похожи. И вот сразу узнаёшь человека, который с тобой на одной волне звучит, резонирует. Это так классно, правда. Я тебе вот желаю, чтобы ты приумножилась в своих достижениях. Не важно, какие они будут. Там финансовые, личностные твои какие-то, материальные, там, недвижимость. Вот всё, что ты захочешь. Но больше всего я тебе хочу пожелать, чтобы ты встретил человека, который будет отражать, зеркалить тебя. Он тебя, ты его. Это такой кайф, когда ты не думаешь о том, как удивить его, а он не думает, как удивить тебя. То есть вы просто продолжаете начатое. Вы встретились и движетесь в таком верном направлении. Спасибо. И спасибо, что ты пришла. Спасибо, Марк. Мне кажется, у нас эта студия даже как-то осветлела, да? Ну, серьёзно. Мы же обычно о чём говорим? Там, деньги, абьюз. Так хочется про что-то очень светлое, про другой уровень измерения. Мы, кстати, когда начали с тобой говорить про бизнес, очень часто люди... Почему бизнес – это не совсем верная формулировка для человека, который занимается предназначением своим? Бизнес – это без нас. Бизнес, понимаешь? То есть когда ты ставишь на поток какое-то дело, и оно работает без тебя. Вот это бизнес. А дело жизни – это то, что не может существовать без тебя. Понимаешь? Вот, допустим, если ты создаёшь себе какой-то пассивный доход, это можно назвать бизнесом. Потому что там работают другие люди, там нет твоей энергии, там есть часть твоей энергии в виде денег. Там есть другие управленцы. И очень это такая рекомендация уже моим подписчикам, просто людям, которые идут в поиск предназначения своего, им важно в том числе учитывать, будет ли это дело жить без меня. Вот если я понимаю, осознаю, что это дело без меня умирает, это и есть дело моей жизни. А если оно без меня живёт, это так промежуточное звено его можно оставить. И вот очень многие люди из тех, с кем ты работаешь, с кем я работаю, другие помогающие практики, они как раз-таки сталкиваются с проблемой, где не могут понять своё предназначение, куда мне пойти. И когда ты смотришь вот уже под таким углом, под таким вектором, что бизнес – это без нас существующие программы, а дело жизни – это вот то, чем ты занимаешься. Если ты сейчас, даже если тебе скажут, Юль, давай мы сейчас в записи дадим всё, что есть там у тебя, все твои программы, все продукты, а ты будешь лежать на Мальдивах, я думаю, через 2-3 месяца это всё умрёт. Потому что там не будет твоей энергии. Да. Она просто исчезнет. И в дефиците всё погибает. Это правда. А когда ты вкладываешь это как в дело жизни, вот тогда да. То есть ты можешь недвижки накупить, она будет на тебя работать. Ты будешь кайфовать. Но это будет не дело твоей жизни. У тебя есть какая-то цель, к которой ты хочешь прийти? В качестве проектов? Ну, в качестве самой Юли. Есть какая-то у тебя цель, достигнув которую, ты почувствуешь некую степень удовлетворения, что да, я молодец, я много сделал, теперь можно расслабиться. Или наоборот скажешь, к этой цели пришла, теперь мне нужно идти дальше. Наоборот, для меня очень страшно в какой-то момент выполнить все цели. Для меня важно, чтобы каждый раз был интерес и чтобы было понимание, чем я буду заниматься. Моя профессия, она сильно трансформируется. Например, ещё год назад я активно вела личные сессии, групповые, и сейчас я не веду это. А сейчас больше фокуса на то, чтобы снимать видео, снимать шоу. Но, скорее всего, через 2-3 года мне это надоест. И через 3 года я буду заниматься ещё чем-то. Тоже в контексте своей деятельности, но форма будет другая. Вот мне важно, чтобы у меня сохранялся интерес. Потому что, когда пропадает интерес в жизни и интерес к жизни, мне кажется, это самое страшное. А так, чем бы не заниматься. Знаешь, я ощущаю, что через какое-то время меня прям сильно занесёт в политику. Потому что сейчас я вот занимаюсь благотворительными проектами, соприкасаюсь с государственными структурами, да, и там с музыкальными школами, с образовательными учреждениями. Я понимаю, что, ну, я бы могла что-то нести людям, в том числе через, не политику, где идёт раздел ресурсов, нет, а вот служение человечеству через государственную систему. Ты же понимаешь, там какой вызов будет? Сделка такая. То есть там, где ты не можешь уже пойти в предательство себя. Я постоянно эти вызовы прохожу. Постоянно. Вот даже сейчас. Смотрите, дорогие, никогда никого не осуждайте. Вы реально не знаете, какую внутреннюю мясорубку человек проходит. Вот даже пример, который ты описывал, что вы начали молиться вместе с мужчиной, и процесс, который у него был запущен, вы никогда не знаете, что там внутри у человека. Да. И дай бог никогда не вставать перед выборами, которые слишком сложно сделать. То есть выборы, когда нет хорошего варианта развития событий. Вот дай бог, чтобы меня не ставили перед такими выборами, ну, не ставила жизнь. А всё остальное — это уже как играть, как развлекаться и что создавать. Так без разницы. Я поняла, что вот сейчас я там, где я нужна. Но через два года меня могут вообще отправить в другое место и сказать, Юля, а теперь твоё предназначение, не знаю, вспахивать земли, значит, буду вспахивать земли. А вот теперь там сажать леса или чистить реки, ну, значит, буду это. А вот теперь там заниматься неблагосостоятельным, обездоленным населением. Ну, допустим, кто вообще без крыши? Бомжи, да. Вот заниматься с ними, значит, буду с ними заниматься. Ну, то есть я никогда не знаю, что через год, через два. И моя профессия, ну, мой род деятельности, он сильно трансформируется. Ещё вчера я была терапевтом, сейчас потом больше такая ипостась учителя. Сейчас это ипостась, скорее, как ведущий шоу. Это же совершенно другая деятельность. Но кем я буду через два года, я вообще не знаю. А ты на телевидение не думала как-то попасть? Я работала на телевидении, и, к сожалению, я видела, как там всё устроено. И я не хочу на телевидение, потому что там есть цензура. Цензура в том плане, что это можно говорить, это нельзя говорить, это можно показывать, а вот здесь поплачьте посильнее, а здесь, ну, какие-то такие штуки. Мне очень нравится делать то, что мы сейчас делаем. Мы это делаем с профессиональной командой. Там и операторы, кто работает на телевидении, и режиссёры, кто работает на телевидении. Но там мне никто не говорит, как встать, что сказать, какой сюжет должен быть. И мы снимаем даже, что это шоу без сценария. Оно реально без сценария. Я, бывает, сижу в гримёрке, меня красят. Я такая, на какую тему поговорить с ними? Такая, ну, окей, давайте сегодня на тему такую. Я беру тему, которая мне лично интересна. И поэтому там энергии много, там эмоций много, там люди ревут. Поэтому там вот эта жизнь есть. А если это превратится в какую-то сюжетную мелодраму, где людям начинают говорить, что они должны делать, это сразу мертвичина. Поэтому на телевидении не хочу, потому что там меньше свободы, меньше вот этой жизни. Я тоже с этим сталкивался. Я даже от многих проектов отказывался, где нужно было, ну, прямо заходить в сценарий, и где ограничивали меня, вот надо делать так, и я этого делать не буду. Тогда мы не сможем работать, ну и не надо. Ну, для чего? Испортить себе репутацию. Потому что тебя попросили, у меня были такие конфликты, когда мне прям подходили редакторы и говорили в ухо, послушай меня. Либо ты уходишь отсюда, и идите вы. Правда. Меня заставляют оправдывать там какого-то мудака. Для чего? Чтобы вам здесь подыграть, что ли? Я с тобой согласен. Но я думаю, что даже на телевидении можно при желании зайти с такой позиции, когда не тебе будут диктовать, что говорить, а ты. Даже в таких форматах. Вот если на телевидении возможен такой формат, и мы планируем сейчас полгода снимать это шоу. У меня маленький канал, там всего 70 тысяч подписчиков. Но видео набирают по 200 тысяч просмотров. То есть прям хороший потенциал. И они вышли там дней 10 назад, неделю, две недели назад. Там показатели очень хорошие. Я предполагаю, что это шоу станет заметно людям. Ну и в том числе в сфере телевидения. Но для меня важно сохранить ее изначальную задумку. Вот то, как шоу без сценария. Если вдруг появится цензура, что вот так нельзя, вот здесь поревите на камеру специально, вот здесь поиграйте. А здесь вот включили лампочку аплодисмента, аплодируйте. Вот точно не та игра, в которую я бы хотела играть. Я не буду, как Серега Косенко, кричать. У нас в гостях была Юлия Ивлеева. Это гораздо больше, чем эти крики. Ни в коем случае. У меня с Сергеем прекрасные отношения. Он тоже крутой проводник. То есть у него немножко другая программа. И я благодарю тебя за эту встречу. Спасибо. И благодарю Сергея за то, что через него мы с тобой познакомились. Спасибо. Я думаю, мы обязательно еще увидимся не один раз. Спасибо тебе большое, Марк. Спасибо.